Добрый день, уважаемые коллеги! В библиотеке наук хранится личная коллекция известного сербского ученого-просветителя, лексиколога, лексикографа Вука Стефановича Караджича, которая была приобретена после его смерти в Библиотеке Академии Наук за 600 рублей. Доставил эту библиотеку в Петербурге его младший синт, Дмитрий Караджич, полковник в отставке. И принимал ее аресталисторичи Куник, который оценивал ее очень высоко с той точки зрения, что в ней очень много книг на славянских наречиях, в которых библиотека в тот момент нуждалась и пополняла вот этот славянский фунт. Он сопровождал в библиотеку рукописный каталог, предположительно составленный секретарем Караджича Дмитрием Тиролом, который имеет, конечно, некоторые недостатки, но тем не менее, он сегодня хранится у нас в рукописном отделе библиотеки, тем не менее, позволяет нам атрибутировать ту или иную книгу именно к этой книжной коллекции, к части его личной библиотеки Вука Стефановича Караджича. Среди книг, которые там представлены, есть две книги известного сербского юриста, адвоката, сенатора в Пеште и первого сербского лексикографа, опубликовавшего свой труд, Йована Мушкотировича. Две его книги в этой коллекции. Первая — это «Краткое размышление о празднике», которая дает нам очень важные сведения о лимбе страноведении, такой лимбе культурологической информации о сербском народе. И вторая — это, собственно говоря, сборник притчи, о котором хотелось бы сегодня немножко рассказать. Это внешний вид этого сборника. И если вы видите на последнем слайде номер 34, этот номер совпадает полностью с номером в рукописной каталоге, о котором только что была речь, что действительно эта книга была в библиотеке. Здесь я увеличила просто. И некоторые книги в этой коллекции действительно имеют такую характерную наклейку, которая свидетельствует о том, что они принадлежали в Уку Каражичу. Не все, кое-где это утеряно из-за переплет или позже даже утеряно, вот когда книги переплетались в самой нашей библиотеке. Но тем не менее здесь мы можем достоверно говорить о том, что эта книга была на полке у сербского просветителя. Но не только вот это говорит об этом, свидетельствует о том, что Каражич работал с этой книгой, а еще и многочисленные рукописные пометы, которые там находятся, о которых я сейчас расскажу. Этот сборник, к сожалению, почти забыт с сербскими лингвистами. Летко к нему обращаются, хотя это первый труд по лексикографии сербской, где собраны были сербские, не только сербские, вообще пословицы разных народов. И единственная, мне кажется, причина в этом, то, что написано старой графикой. Укараджич 50 лет спустя издал сборник на реформированной им сербской азбуке, которая и сегодня употребляется. И это просто сделало его более известным, более доступным. В сборнике притчей или три пословицы, тем же с интенцией или три речения, коротко, простого характеризую, Мушкотирович представил очень богатый материал, разделил его на две части. Первая, как бы, собственно, пословица. Второй, это скорее какие-то крылатые выражения, цитаты из известных произведений, известных мировых авторов. В этой первой части, где, собственно, пословицы, он не дает толкования, но очень дает, и весьма часто дает комментарии, где он это записал, что, по ему мнению, это обозначает. Дает какие-то личные характеристики, неличные комментарии. Иногда очень трогательно читать, например, он пишет вот так, «Как меня мой при милости в отец учил, говорить всегда и не поступать». И эту пословицу я записал, вот когда гулял своим сыном в пеште в зоопарке. Там злой, как крысь, да, злой, как собака, что-то из-за тех, сколько он значил. Этот сборник действительно является очень ценной информацией для нас, для лимбистов, для ремиологов прежде всего. И потому, что в нем содержится и большой пласт пословий, которые являются ценностью других народов, других культур. Так, среди них 29 имеют по мету российская, несколько, вернее всего 3 венгерская, 24 немецкая и так далее, латинская. И к многим из них он дает параллели на венгерском, и весьма часто и на турецком языках. И мне кажется, продиктовано это просто геополитической ситуацией, в которой сербский народ находился в ту пору. Ну, часть страны Северной была в составе Австро-Венгрии, южная часть оккупирована Османской империей, и он вот как бы хотел представить на этих двух языках. В коллекции вот Глука Караджича этот сборник переплетен был таким образом, что левая страница или правая, да, когда разворачиваешь книгу, пустая. И Караджич сам делает там пометы. Точно и достоверно мы можем утверждать, что это его рука, то есть это его почерк, это доказано. И он не просто записывал, то есть Мушкотирович соблюдал алфавитный порядок, то же самое потом Караджичи в своем сборнике. Он записывал на полях свой вариант, или, как бы сказать, редактировал имеющийся, или соглашался, не соглашался, или подчеркнул, делал какие-то точи, писал «нота бен», да, или «смотри страницу такую-то, повтор». То есть это был действительно сборник, с которым он, мне так кажется, мог даже путешествовать. У него были многочисленные экспедиции, когда он собирал сербский фольклор, и, возможно, даже брал эту книгу с собой и записывал, потому что, судя по его письмам, где он указывает, что самый сложный жанр фольклорный для него был пословица, потому что если он приходил в какую-то деревню, просил спеть какую-то песню или рассказать о каком-то историческом событии, пусть для них с удовольствием это делали, то невозможно прийти и сказать, а скажите мне какую-нибудь пословицу, и он просто не понял, да. То есть, естественно, в речи, в говоре, народа, если он ее слышал, он ее записывал. Но таким образом, вот я продемонстрирую некоторые, которые я сфотографировала, да, допустим, он дополнял то, что, я думаю, Шкотировича. Интересная очень пословица допиа по учебе на грузу, которая задавала, в общем, это был такой некий камень преткновения для наших паренеологов, откуда она взялась, и вот, судя по письму, совершенно случайно, занимаясь этой коллекцией, этим трудом, мне удалось выяснить, где он ее зафиксировал и что это обозначает. Он сказал, что после каких-то, поскольку он был хромым, на одну ногу, после каких-то долгих похождения, он остановился, вот так облокотился, какое-то дерево, и один свечанин ему сказал, что обычно так пчелы, когда собирают мед, летают, летают, а потом, вот как бы где-то в каком-то дереве, на дереве берут какую-то паузу для отдыха, вот в этом все труды, и он вот записал вот это выражение. И вот она сегодня находится в сборнике, и вот посмотрите. Вот видите, наверху, допустим, запись страницы 96, действительно, кое-где Мушкотирович повторял, то есть, допустим, здесь начинается с года тут на плачуе, да, а на 96 страница начинается на плачуе с года тут, просто порядок слов, но он записал как бы и там, и там. Но так далее, ну, разные подчеркивания, конечно, эта книга будет очень важна, вот все эти записи, очень важны для сопоставления вот с современным сборником, который сегодня является настольной книгой почти в каждом сербском доме. Вот, бук Стефанович Караджича публиковал свой сборник по совесть 36-м году, 1836 году, а Мушкотирович 1787-м. По удивительному стечению обстоятельств, это год рождения бука Караджича, да, и второе издание 1807-го года, это как раз издание, которое я здесь продемонстрировала. В нашей библиотеке хранится экземпляр, который сам Караджич подарил Эмиратурской Российской Академии. И в предисловии к этому изданию посвятил Иванович Петрович Небыш, известному сербскому писателю, поэту, мыслителю, владыке и правителю Черногории. И в предисловии вот вторым пунктом он написал этот период на русском, что из пословий собранных, как и другого беспокойного Иванова Мушкотировича, я знал лишь тех, которые слышал, что в народе говорят, из-за которых никто не сможет сказать, что они неприличны. И здесь он немножко слукавил, потому что в этом сборнике Иванова Мушкотировича нет ни одного неприличного выражения, это был образованнейший человек, глубоко верующий. И наоборот, они так и пропитаны некой христианской моралью, его комментариями. А сам же Караджич, здесь я просто это не могу продемонстрировать, 136 пословиц зафиксировал собственной лексикой. И, конечно, они не вошли в этот сборник. В 1936 году русском кузборе был посвящен Негышу, Негыш Владыка, естественно, это было бы никак неприемлемо и неодоблено. Тем более, что он был опубликован на Центине в 1936 году, где сам Владыка и служил. Поэтому после этой фразы вот этот пункт позволил многим сербским исследователям говорить, что в отличие от Мушкотировича, у которого неприличные есть пословицы, Караджича, значит, ничего такого нет. А на самом деле в том сборнике нет, я вас уверяю, очень внимательно изучила, ни одного неприличного выражения, а вот его запись как раз свидетельствует об обратном. Очень жаль, что этот сборник как-то ему не уделено настоящее внимание, и поэтому все сербские лингвисты, не только сербские в России, это принято, что Вук Караджича он основатель сербской лексикографии, паромеологии, его сборник Бестянина и Микалин, и вот Ирина Иванович, самая известная наша исследовательница публика «Ваши двухтомный труд», посвященная пословицам Караджича, написала вот такую фразу, что сборник сербских пословий Караджича Бестянина и Микалин, и мы не можем сомнить о том, в какой мере Караджич опирался на труды других лекситопов. Вот, мне кажется, благодаря нашему фонду, нашей библиотеке, этому уникальному изданию мы прекрасно можем судить о том, как раз, что он в очень большой мере опирался на труд своего предшествия. Спасибо большое. Сумпально. Николай Сергеевич Беляев, библиотека Пушкинского дома. Основу отличной и журнальной коллекции библиотеки на Пушкинского дома положили частные собрания, принадлежавшие известным русским написателям, историкам литературы, критикам, журналистам, библиографам, библиофилам. Полноценное их изучение позволит лучше раскрыть их читательские интересы, глубже изучить их творчество и биографию. В 1924 году Римма Николаевна, Андреева Оль, сестра известного прозаика Леонида Андреева обратились в Пушкинский дом с просьбой об организации мемориального музея ее брата. Музей планировалось создать по адресу, где жил написатель на Фетерограде набережной реки Мойки дом 1. Пушкинский дом считал, что сохранение комнат Леонида Андреева со всеми находящимся в нем имуществом, обстановками, картинами, книгами и рукописями дело достойное уважения, о чем было доложено 14 марта 1924 года в отделении Русского языка и Словесности Академии наук. Существенно, что Андреева Оль подарила библиотеке Пушкинского дома большую подборку изданий, непосредственно связанных с Леонидом Андреевым. Это о собрании сочинений, отдельные авторские сборники, периодические и продолжающиеся издания, включавшие как произведения известного русского прозаика, так и критические статьи, а также очерки о его творчестве. Всего 97 названий. А количество книг из библиотеки Леонида Андреева, ныне находящихся в Пушкинском доме, не так велико, однако многие из них имеют дарственные надписи. Вот здесь непосредственно представлены дарственные надписи, обращенные к Леониду Андрееву Старка, Максима Горького, Евринова, Штермунского Леониду Андрееву. очень такой мудопытный автограф. Это автограф, который был обращен Леонидом Андреевым к самому себе, душевно уважаемому, глубоко чтимому, бывшему идиоту, а ныне известному писателю Леониду Николаевичу Андрееву от автора. Ну, вот так писатель иронизировал над своим творчеством. Кроме библиотеки Леонида Андреева, конечно, большую оценность и интерес для исследователей представляет библиотека Ивана Леонтьевича Леонтьева. Это имя, к сожалению, сейчас мало знакомо читающей публике, а хотя на рубеже 19-20-х веков он был известен своими рассказами и драматическими произведениями. Окончив Павловское военное училище, с 1874 года служил в русской армии, принимал участие в русско-турецкой войне, в 1883 году, выйдя в отставку в Чиним на капитана, стал заниматься литературной деятельностью, печатался под псевдонимом Щеглов. Первые его произведения были связаны с армейской жизнью, существенное значение его в тудьбе сыграло знакомство с Чеховым, которое повлияло на творчество Леонтьева. Кроме рассказов и пьес, известны его работы, посвященные театру. Необычайно был широк вокруг его знакомых. Среди них можно найти имена известных представителей литературного мира России и зарубежья. Это и Брюсов, и Буренин, и Джером, и Коней, и Котлеровский, Мережковский, Матзалевский, ну, конечно же, Чик, Чуковский. Столь обширные литературные связи неизбежно отражались и на библиотеке Леонтьева. В ней не было библиографических редкостей, однако собрание писателей было наполнено многими изданиями литераторов, критиков, журналистов, вышедшими в основном на русском языке во второй половине 19-го, начале 20-х веков. Главным отделом библиотеки Леонтьева была художественная литература, однако в ней можно было найти и книги и по истории литературы, о художественной критике, отечественной истории, театру и религии. Отдельно опубликованные издания в собрании Леонтьева перемежевывались с брошюрами и оттисками и журналом. Означительная часть книг имела посвидительные надписи, обращенные к Леонтьеву. А среди одарителей был Яй Эхенвальд и Брюсов и Лерна и Плещеев и Репин и Розанов и Чехов. И здесь на фотографии видны как раз автографы, обращенные Аклеотиеву Мадзаревским, Лернаром, Брюсовым, Ачеховым, Асавиным, Ставиной и Ахенвальдом и Ленировичем Данченко Василием. На книгах из библиотеки Леонтьева можно обнаружить выдавленный экскриприз с именем владельца. А как известно, Леонтьев жил в Петербурге, был хорошо знаком с Мадзаревским, Котлеровским, Рыжковым, лицами непосредственно принимавшим участие в создании Пушкинского дома и, вероятно, желая принять участие в расширении его книжного и рукописного собраний, он, согласно завещанию, оставил ему все бумаги и библиотеку по новой русской литературе, состоявшей из полутора тысяч томов. Таким образом, собрание Леонтьева, наряду с библиотеками Пушкина, Леднова, Ефремова, стала основой книжной коллекции Пушкинского дома. Не менее интересно собрание другого деятеля отечественной литературы, Тихонова-Лугавова. Интересом на книги и чтению возник у Тихонова-Лугавова еще в раннем возрасте. В обширной библиотеке его отца были издания Гейна, Шекспира, Державина, Пушкина, знаменитый Смердинский сборник 100 русских литераторов. Все они привлекали внимание будущего писателя. А в последующие годы, еще до того, как Тихонов-Лугавой решил себя посвятить карьерам писателя, он постоянно находил время для чтения. И, как отмечал сам, что напряженная деловая жизнь не мешала мне находить время, чтобы по-прежнему читать, читать, я устроил при конторе для своих служащих библиотеку, в которую выписывал газеты, журналы и разнообразные книги. Сведения о личной библиотеке Тихонова-Лугавого сохранилось немного. Известно, что вследствие неудачных коммерческих операций в 1883 году он окончательно разорился, и все его движимое и недвижимое имущество было описано за долги, куда, безусловно, должна была бы и ходить и библиотека. Подтверждение этому предположению можно обнаружить при просмотре изданий из его собрания, находящихся в Пушкинском доме. В основном это русские книги, вышедшие в 80-е начале 1910-х годов. Отдел художественной литературы, самый большой по количеству, включал и прозаические, и поэтические сочинения, созданные современниками Тихонова-Лугавого. Особенно хорошо в нем была представлена Друн Турге. В его библиотеке были издания по литератровидению, искусству, по историю цензуры и политологии. Книги и брошюры насотествовали настойтисками из специальных журналов по отечественной истории и театру. В библиотеке Тихонова-Лугавого практически отсутствовали собрания сочинений русских иностранных авторов. Зато в ней можно было обнаружить интересные литературно-художественные сборники и однотонники отечественных писателей, значительная часть на которых имела посвятительные подарственные надписи. на данном фото представлены автографы посвященные любому Агиппиус, Якова Полонского, Владимира Соловьева, Измайловым, Каримского, Каримского, Бунина, Агони и Мережковского. Так. Всего в коллекции Тихонова-Лугавого находится около 150 книг с дарственными надписями. со многими описателями, журналистами, по критиками. У Лугавого связывали не только деловые контакты, но и дружеские отношения. Некоторые из них занимались изучением его творчества, как, например, Измайлов. Безусловно, что этот богатый материал представляет большую ценность не только для изучения жизни Тихонова-Лугавого, но и для развития русской литературы в рубеже 19-20 веков. По-своему, не безинтересна и библиотека Виктора Виктора Павловича Гаевского. Историка литературы, критика, библиографа, биографа, юриста. Он принимал участие в процессе Акаракозова, одного из основателей и председателя общества для пособий нуждающимся литераторам и ученым, а сотрудника журналов современных, отечественной записки и библиографические записки довольно хорошо знакомым специалистам в области гуманитарного знания. Однако слепая его собрание еще требует дополнительных изысканий и исследований. Первое о нем упоминание относится к 1862 году, когда Гаевский был обвинен в обсношениях с его с лондонскими пропагандистами, а следовательно с Герцем. Несмотря на то, что вскоре все обвинения с него были сняты, в его отсутствие был проведен обыск. Все найденные бумаги оказались в третьем отделении, а книги были запечатаны в сарае. Гаевский известен не только как автор статьи о Пушкине и Дельгиге, но и как неплохой переводчик. Некоторые из его работ были опубликованы его знакомым Гербелем. А по свидетельству о современниках после кончины Гаевского осталась великолепно подобранная библиотека, включавшая немало редких книг и превосходное собрание рукописей нового периода русской литературы. Немалая часть его собственного рукописного литературного наследия была им еще при жизни передана в публичную библиотеку. В библиотеке Кушкинского дома находится около 300 названий книг периодических и продолжающихся изданий из этого собрания. Большая их часть была и сына в XIX веке и связана с литературными сочинениями и художественными в XIX веке и в XIX веке и в XIX веке и в XIX веке Я еще честно говоря напланировала рассказать о библиотеке Фитлера но поскольку это в принципе объем большой то наверное мы это оставим для статьи. Прекрасно. Аудитория согласна? Не слушайте про Фитлера и все-таки будем слушать. Если будут вопросы пожалуйста Николай Сергеевич пожалуйста Можно узнать как библиотека Гаевского поступила в Кушниский дом? Да вот у меня ну как раз об этом тоже было запланировано сказать но поскольку две минуты оставалось вот и я поэтому как-то это пришел опустить значит в 20 году библиотека Гаевского была распределена между несколькими государственными учреждениями что в те годы в общем-то практиковалось часто в отношении так называемого выморочного имущества значительная ее часть оказалась в библиотеке Пушкинского дома а вот другая часть этого собрания поступила в музей революции в Петрограде государственных музей политической истории России и вот как раз та часть которая оказалась в музее они описали ну такая всем известная исследовательность как КО историк ну а вторая часть оказалась у нас непосредственно книги вот мы связаны с художественной литературой и литературой и литературой и литературой еще вопросы есть большой вопрос как раз по Фитлеру очень жалко что вы не успели сказать в 2008 году вышли его замечательные дневники фрагменты из мира литераторов хотелось бы узнать планируется ли публикация хотя бы части его собрания или там каких-ликс автограф или что-то вы знаете что я могу вам сказать что вы знаете что дело в том что мы готовим продолжающиеся издания вот уже вышло три выпуска это дарственные надписи из собрания библиотеки до Пушкинского дома куда-то безусловно книги с автографами посвященными Фитлеру вошли что представляет интерес для исследователей кроме того я надеюсь что возьмут статью в сборниках где будет естественно рассказано о библиотеке Фитлера ну как она просто приступила к нам ведь предполагалось ее распределить и в публичную библиотеку но потом Фитлер передумал и решил уже не передать а получить что-то возмездное между баном и публичной библиотекой ну а все вот если вам интересна судьба этой библиотеки она попала в школу в обычную советскую школу номер по-моему 176 вот и руководство школы обратилось на Пушкинскому дому не хотят ли они ну поменять библиотеку Фитлера на издание из своего фонда и руководство Пушкинским домом тогда был директором известной историкой академик Платонов естественно согласилась на этот акт а вот а книги были предоставлены ну соответственно Питлеровское собрание поступило к нам вот такая вот пиква еще вопрос и вот еще маленький такой чтобы чуть-чуть вернуться в переплетное русло фамилия Гарьевский мне как библиотека уже знакома как одна из немногих фамилий митинбургских переплетчиков которые его знали это как-то связано одна семья вот интересно было бы выяснить вы знаете переплетчики литератор честно говоря могу вам быть ответ на этот вопрос вот но судя по деятельности Гарьевского фамилия в общем-то распространенная эпоха та же самая эпоха та же самая но все-таки Гарьевский он занимался немножечко другими вещами переплетная мастерская это все-таки ближе к такому ремеслу к научно-то к научной литературной деятельности еще будут вопросов нет кстати говоря у Гарьевского в его библиотеке книги имеют и на корешках там есть инициалы владельца вот и у Гарьевского сохранилась еще библиотека его отца то есть это ну как бы вот такое единое собрание тоже там очень интересные дарственные надписи я уже свое время выбрала как я понимаю спасибо Николай Сергеевич у меня просто такое дополнение небольшое вот последним слайдом были выпуски каталога книг с дарственными надписи и я хочу добавить что совсем недавно вышел тоже каталог изданный библиотекой Академии наук где воспроизводятся дарственные надписи из академического собрания составителем этого каталога является участник нашего семинара Татьяна Васильевна Кульматова это вот одно замечание и то что вот с докладом Николая Сергеевич у меня вызвало такие размышления он говорил о посвятительной надписи то есть существует термин дарственной надписи посвящение это несколько другое это обычно набранное типографским учили там на титульном листе или на авантитуле посвящение которые тоже принято и вы знаете исследование Жанетта как раз о паре текстах и о посвящении и это еще раз говорит о том я не упрек это еще раз говорит о том что вопросами терминологии связанных и с дарственным инскрипт дарственная надпись посвятительная надпись красиво звучит но в общем-то наверное каждая из этих понятий имеет какой-то оттенок смысловой в котором в общем-то нужно разбираться и как-то это закрепить хотя бы в нашем книговическом сообществе спасибо маленькое извините на добавление к вам у нас например в Эрли есть еще такой термин как дарительная надпись ну не очень красиво по такому случае Мацаревский использовал именно вот такой термин да тут надо смотреть все варианты да 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 я согласна Эрли смотреть нужны варианты и изменения вот как бы обозначения и крым тех же понятий и определить почему эти изменения происходят не скажите пожалуйста спасибо теперь от академических библиотек мы переходим к библиотекам учебных я к учебным и я представляю слово оксане Великодворск уважаемые коллеги название моего учебного заведения звучит еще громко и пропуск феверо-западный институт управления российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ сокращенно с ЗИУ я бы хотела немножко уточнить я сознательно когда подавала заявку говорила более широкую тему но фактически можно сказать так что сегодня я буду рассказывать о книгах из профессорских библиотек конца 19-го и начала 20-го столетия которые сохранились в фонде нашего отдела редких книг и были выявлены именно по дарственным надписям конечно у нас не такие объемы говорить я буду о двух, трех десяти книгах но тем не менее они тоже интересны и заслуживают особого внимания надо сказать что книги из личных библиотек поступали в наш фонд на протяжении всего периода существования библиотеки наиболее активные выступления так же как и в других библиотеках были в 20-е 30-е и 40-е годы источники поступления самые разные из государственного книжного фонда из библиотек ликвидированных советских учреждений и организаций это институт красной профессуры Ленинградское отделение коммунистической академии промоакадемии имени Сталина и так далее из библиотек оставшихся без владельцев после Великой Отечественной войны кроме того были конечно же и подарки и закупки и так далее все вы согласитесь что очень легко установить владельческую принадлежность установить владельческую принадлежность не составляет труда если на книге есть или штамп или владельческий клип или конгресс или автограф ну вот в частности перед вами экземпляр книги воспоминания статьи и письма из-за границы Ильи Ефимовича Репина государственная надпись Юрепина Бориса Михайловича Кустодиева сложнее установить бывает если владелец менее известен и практически невозможно если на книге нет никаких владельческих отметок или же только буквенный супер-экслибрис на основании владельческого экс-либриса владельческого штампа и автографа в нашем фонде было выявлено несколько книг из личной библиотеки известного ученого историка краеведа профессора Калининского педагогического института Анатолия Николаевича Вершинского Его считают основателем Советской школы Тверского исторического краеведения Справочники Весь Петербург за 1915 год о нем можно найти такие сведения Вершинский Анатолий Николаевич улица Нижегородская дом 23А Петроградская гимназия императора Петра Великого председателя библиотечной комиссии Петроградского общества грамотности Родился Анатолий Николаевич Вершинский 26 марта 1888 года в деревне Игуменко Городненской Волости Тверской губернии в семье священника После окончания двухклассной школы 5 лет учился в Старинском духовном училище в 1906 году поступил в Казанский университет Как пишет в воспоминаниях его дочь Алла Анатолиевна Вершинская уже участь в Казанском университете Вершинский стал собирать свою библиотеку Через 2 года в 1908 году он переводится в Петербургский университет и после его окончания в 1911 году преподает историю сначала в гимназии на станции Озерки Финляндской железной дороги а затем в других гимназиях Санкт-Петербурга С этого же 1911 года он становится редактором журнала Тверская старина основанного им совместно со Старинским краеведом членом Тверской губернской ученой архивной комиссии Иваном Петровичем Крыловым После Октябрьской революции в 1919 году врачи рекомендовали Вершинскому уехать из Петрограда и он с семьей перебирается в Тверскую губернию С 1922 года он преподает в только что созданном Тверском педагогическом институте избран в состав Совета Общества изучения Тверского края в 20-30-е годы организатор и участник ревических экспедиций по Тверской области автор большого числа публикаций по истории Тверского края У нас выявлено четыре экземпляра из его библиотеки Три из них в полукожанных переплетах на кожаном на корешке буквенный суперэксприс АВ На всех выявленных экземплярах на форзации в начале книги или на титульном листе овальный владельческий штамп библиотека А.Н. Вершинского номер причем номер вписан черными чернилами от руки На титульном листе двухтомника История Греции Москва 1905 года издания Синим карандашом владельцам сделаны отметки для переплетчика какие сведения необходимо вынести на корешок Зачеркнут инициал автора подчеркнуто название и номер тома Синим карандашом сделаны надписи Сафьянова корешок Форзац бумага глянцевая Каждый том отдельно Последняя фраза подчеркнута синим и красным карандашами На книге Пельмана очерк греческой истории и источника ведения Петербург 1910 год На форзаце имеется владельческий автограф Авершинского а в левом верхнем углу наклеен серо-зеленый экслибрис паровая типография книжный магазин И.П. Крылова в городе Старица В тексте многочисленные карандашные пометы подчеркивания надписи предположительно сделаны владельцем книги судя по штампам на титульных листах эти книги поступили в нашу библиотеку в период между 1918 и 1921 годами Приблизительно в это же время в наш фонд поступили и несколько книг из библиотеки экономиста профессора Петербургского политехнического института И.К. И.К. Он с 1873 года преподавал в Москве в Петровской сельскохозяйственной академии по кафедре политической экономии и статистики. После ее закрытия в 1894 году работал в «Русских ведомостях и русской мысли» и с 1902 года преподавал в Петербургском политехническом институте. На книге, которая называется «Крамольники. Хроника из радикальных кружков 70-х годов. Москва, 1907 год» на титульном листе есть трогательная дарственная надпись «Старому любимому профессору, глубоко уважаемому Ивану Ивановичу Иваникову, 1907, 5 февраля, В. Анземиров». Автор книги Владимир Александрович Энземиров, издатель, журналист, промышленник, участник революционного движения, общественный деятель, один из первых российских кинопродюсеров. В 1876-79 годах он был студентом Петровской сельскохозяйственной академии. На титульном листе книги Николая Ивановича Кореева «Историко-философские и социологические этюды» есть дарственная надпись «Уважаемому Ивану Ивановичу Иваникову на память о лекции, посвященной Грамовскому, 11 октября 1902 года от автора». Николай Иванович Кореев, историк, социолог, почетный член Академии наук, профессор Петербургского университета с 1902 года, также преподавал в Политехническом институте. Вторая книга «Революционное выступление Думы и земельный вопрос» имеет дарственную надпись Иваникова, юриста, общественного деятеля, депутата Первой и Второй Государственной Думы Владимира Дмитриевича Кузьмина-Караваева. Текст гласит глубоко уважаемому Ивану Ивановичу Иваникову от автора. Выявлены в нашем фонде и две книги из библиотеки экономиста, статистика, общественного деятеля, член-корреспондента Академии наук, профессора Московского университета Александра Ивановича Чупрова. С 1874 года Чупров читал лекции по политэкономии для студентов первого и второго курсов юридического факультета Московского университета. С 1878 года в этом Московском университете он уже профессор в кафедре политэкономии и статистики. Книга Гобсона «Эволюция современного капитализма. Исследование машинного производства» была подарена Чупрову, переводчикам, бывшим студентам, выпускникам юридического факультета Московского университета, приват-доцентам Демидовского юридического лицея Александром Рафаиловичем Сверчевским. Дарственная гласит Александру Ивановичу Чупрову «Знак глубокого уважения от старого ученика». Еще одна книга «Историческая школа юристов» была подарена Чупрову, приват-доцентам, а позднее профессорам юридического факультета Московского университета, депутатам Первой Государственной думы Павлом Ивановичем Новгородским. На издательской обложке «Дарственная надпись» многоуважаемому Александру Ивановичу Чупрову от автора. Много лет тому назад именно «Дарственная надпись» помогла нам атрибутировать буквенный суперэкслибрис «Джейкей» на корешках нескольких книг в нашем фонде. Это буквенный суперэкслибрис Иосифа Михайловича Кулешера, выдающегося экономиста, одного из крупнейших исследователей по истории экономики, профессора Петербургского университета, коммерческого и психоневрологического институтов. 1 августа этого года ему исполнилось 140 лет со дня его рождения. На сегодняшний день у нас в фонде выявлено 9 книг из библиотеки Иосифа Михайловича Кулешера, 3 из них в полуухожанных переплетах, в корешке только буквенный суперэкслибрис «Джейкей». Это книга экономиста Сергея Николаевича Прокоповича «Рабочее движение в Германии». На титульном листе есть чернильная надпись для отзыва. Работа Марии Андреевны Островской «Земельный будет сельского населения русского севера». И третий том сочинения Павла Васильванского «Феодализм в удельной Руси». Во всех трех экземплярах есть владельческие пометы, есть пометы, подчеркивания надписи карандашом. По характеру вот этих надписей, по характеру подчеркиваний, можно предположить, что выполненные они одним и тем же человеком, может быть владельцем книги. Еще шесть книг имеют дарственные надписи, адресованные Кулешеру. Среди дарителей юрист, писатель, профессор государственного права Вячеслав Михайлович Грибовский, экономист Исак Ильич Левин, адвокат, публицист, общественно-политический деятель Борис Исакович Элькин, переводчик книги Форлендера «Кант и Маркс». Предположительно, в 1929 году Кулешеру был подарен экземпляр книг «Эдвинские бояре и двинское хозяйство XIV-XVI веков», изданное в Ленинграде в 1929 году. На титульном листе дарственная надпись «Наблажаемому Иосифу Михайловичу Кулешеру от автора». Автор книги, историк, член-корреспондент Академии наук, профессор Петербургского университета Сергей Васильевич Рождественский. В 1925-1929 годах он был помощником директора Библиотеки Академии наук Сергея Федоровича Платона. 10 ноября 1929 года комиссией по чистке Рождественский был снят с работы Библиотеки Академии наук, а 1 декабря 1929 года арестован по так называемому академическому делу. Его еще называли «Дело Платонова-Тарлина». Приговорен к высылке в Томск на 5 лет. Скончался в 1934 году в Томске. В процессе работы с фондом были выявлены не только книги, принадлежавшие Иосифу Михайловичу Кулешеру, но и два экземпляра, которые принадлежали его отцу, Михаилу Игнатьевичу Кулешеру, выдающемуся публицисту, этнографу, юристу, общественному деятелю. Сегодня мы не можем сказать, были ли эти книги когда-то в владельческих переплетах или они были в издательских обложках. К сожалению, оба экземпляра побывали в цепких ручонках переплетчиков уже современных. Экземпляр, то есть о том, что они принадлежали когда-то Кулешеру, сейчас свидетельствуют только дарственные надписи. На книге Михаила Игнатьевича Кулешера «Очерки сравнительной этнографии и культуры. Петербург. 1887 год» дарственная надпись автора, юристу, политическому деятелю, профессору Николаю Ивановичу Лазаревскому. Этот экземпляр в составном библиотечном переплете нашей библиотеки, начало 20-х годов, картонный переплет, штамп библиотеки Рабоче-Крестьянского университета и буквенный супер-кслиплес на корешке Б.У.З. Второй экземпляр «Социальные течения и реформы XIX века» имеет дарственную надпись на уважаемом имя Михаила Игнатьевича Кулешеру от автора «Киев. 5 ноября 1891». Автор книги, один из лучших цивилистов того времени, Александр Соломонович Голденбейзер. В данном случае издательская обложка наклеена также на библиотечный переплет. Надо сказать, что дальнейшая работа в нашем отделе по выявлению и от репутации книг из личных библиотек продолжается. Работа эта, безусловно, очень трудная, но очень интересная. Она позволяет возвращать из небытия, изобвения, имена и фамилии многих и многих петербургских и российских библиофилов прошедших лет. Спасибо за внимание. Вопросы будут? Нет вопросов о пационе? Нет? Тогда я предоставляю слово Ирине Борисовне Муравьеву. И уже мы опять же ближе возвращаемся к переплетам, к нашим библиотекам с клиплисом. И послушаем о библиотеке технологического института. Я расскажу о суперцентресах на книгах из фонда нашей библиотеки. В секторе редкой книги, фундаментальной библиотеки, Санкт-Петербургского технологического института, многие издания сохранили свои старинные полукоженные переплеты. И на корешках можно часто увидеть вытесненные буквы инициалы бывшего владельца той или иной книги. Большей частью эти инициалы раскрываются благодаря надписям на фондах или тисленных листах. Но некоторые представляют собой загадку. Как образец известных инициалов, рассмотрим суперцентрес Валберга. В фонде периодических изданий находится немецкий журнал, ежегодный журнал о достижениях химической технологии, под редакцией Вагнера, с 1866 по 1902 год. Все они имеют на светло-коричневом корешке из кожи золотой тиснение. Внизу на корешке стоят две золотистые латинские буквы «Л» и «В». Они раскрываются владельческим знаком на титровом листе, вытесненным именем владельца – Николай Павлович Валберг. Николай Павлович Валберг или Вальберг происходил в знаменитой театральной семье Вальбергов, происходившей в легенде от плененого в Петровских войнах шведа. Первоначально фамилия звучала как «Ледокоров», но дед Николай Павловича знаменитый балетмейст Иван Иванович, отправляясь за границу на стажировку, сменил фамилию на Вальберг и прославил ее своими балетами. Один из его многочисленных сыновей, Павел Иванович, был театральным чиновником и сочинителем пьес. Жена была на актрисе. У него было трое сыновей, из которых нас интересует Николай Павлович, окончивший в 1866 году Санкт-Петербургский технологический институт технологии первого разряда и бывший химик. С 1873 по 1884 год работал техником на заводе одного из пионеров химической промышленности Петра Кирилла Челушкова в Брянской губернии, а с 1884 по 1899 год на текстильной фабрике Соколовского монофорфюра «Осафа Баранова». В 1891 году был переименован в инженер-технологии. С этого же года до конца жизни работал в институте изготовления государственных бумаг. В связи с институтом он не прерывал, был действительно членом общества технологов. И, видимо, журнавы были переданы фундаментальным библиотипом в 1903-1904 годах наследниками после смерти Вольберта. Далее пойдут менее ясные с Либрисой. Например, на узорном корешке книги «Курс практической механики» из Трожемского, преподававшего несколько в нашем институте, вытеснены латинские буквы. Инициалы раскрываются подписью на титулном листе «Яков Павлович Лейковс». С пышным ростчерком. Есть в библиотеке французская книга с таким же тесненным корешком, который принадлежал тому же человеку. Она имеет на титул на листе его роспись, но уже на французском книге, с не менее шикарными завитками. Но суперинслимственности на ее корешке нет. Учитывая годы издания книг 1838-1827, изоглинув в российскую родословную книгу князя Лобана Ворошенко, можно предположить, что речь идет о Якове Васильевиче Павлове Швейковском, 1786 года рождения. Из дворян Смоленской губернии Росклавского уездом. Он окончил Московский полетский корпус, свидетельствовал уже в 27-м флотском экипаже. Пополезни был уволен от Московской службы в 16-м году и дали службу на суше в новороссийских военных поселениях, стоящих в Кавалерии. Дослужил святополковника. И надо заметить, что от своего начальства поручен был построить 15 опростовых домов, которые построены в городе Новомеркорде. А рано таковы же возведены в округе Советградского улаженского полка в 1822-1923-1925 годах, что может объяснить интерес к механике и к труду из Трожемского. Также в секторе редкой книги находится учебник Лошенградского. Лекция о паровых машинах, читанных в Технологическом институте в 1874-1975 годах. На его крышке золотом вытеснены латинские буквы МС, а на титом в листе вытеснено полное имя по-польски – Мячеслав Слизин. Мячеслав Слизин окончил Технологический институт в 1877 году инженером технологов по механическому отделению. По кольскому географическому генеалогическому справщику наиболее подходящим по годовству являются два представителя 15-го поколения рода Слизин. Двою родные братья – Мячеслав Мячеславович, сын Мячеслава Ивановича, и Мячеслав Рафаилович, сын известного польско-белорусского скульптора-медальера, родившегося в 1840-х годах. Но Мячеслав Рафаилович, он же Михаил Рафаилович, уже в 1866-67 году, может, окроднистом, а к 80-му служил полковником, прикомандующим по остальным Финляндии, и технологический институт в его карьеру не вписывается. Насчет второго Мячеслава пока ничего найти не удалось. А может быть, это был вообще какой-нибудь третий Мячеслав свидетель. Штамп, стоящий на книге, и библиотеку общества технологов, с номером 60, дает основания поискать его правильных членов этого области. Но пока это тоже не дало результаты. Так что поиск продолжается. Перейдем к еще более запутанным вариантам суперэкслеписов. Например, две золотистые бубльки АК на корешке книги. Если мы рассматриваем корешок, литографируемого издания в курсе лекции Ленца «Теплота», то расшифровка не представляет затруднений, так как на обороте обложки имеется печатный экслепис из книг, пожертвованных профессионально-технологического института Крупским. Александр Кириллович Крупский был в библиотеке в Теугусском университете всю жизнь преподававшем в Технологическом институте, крупнейшим специалистом по химическим технологиям и членом библиотечной комиссии Технологического института. Его техническая библиотека вместе со шкафами под увещанием поступила в институтскую библиотеку. Книги ему принадлежавшие близ на жены, уже приведенным экслеписом. Но в фундаментальной библиотеке имеется довольно большое количество иностранных журналов, имеющих такой же суперэкслепис, но без каких-либо печатных либо рукописных пояснений. И можно было бы счесть эти журналы в части библиотеки Крупского. Но в июне 1903 года Технологический институт понес тяжелую потерю в лице одного из дорогих своих профессоров, инженера-технолога Аполлона Павловича Пубакова, занимавшего капиталом химической технологии. И в конце посвященного ему микролога сказано, что он оставил по себе вещественную парить в институте в виде богатой библиотеки химических сочинений, которые пожертвованы органическому отделу технической лаборатории. В книге, посвященной столетию Технологического института, отмечено, что в 1924 году при реформе библиотечного отдела во всех вузах в виде фундаментальной библиотеки поступили все отдельные библиотеки при лаборатории и кабинетах института. Если в 1924 году книги и журналы эти фактически оставались на прежних местах, то после преобразования института в чисто химический, в 1930-е годы и после Великой Отечественной войны, большая часть оставшихся на муру была переведена в фундаментальный библиотек. И возникает вопрос, чей же супер-экслепис украшают корешки наших журналов? Александра Крупского или Аполлона Курбанкова? Можно было посмотреть по годам, но журналы после 1903 года были бы явно не Курбатовскими. Но журналы с супер-экслеписами А.К. все относятся к более раннему времени. А если эти журналы принадлежали Крупскому, то почему на них нет безотечного экземпляса? И вот в один прекрасный день, а если вы настроили журналы совсем по иному поводу, случайно наткнулись на второй том берифта за 1869-й год, где при буквах А.К. на корешке на титом листе стояла овальная владельческая печать с надписью А.К. Крупбанкова. Порывшиеся уже целенаправленно обнаружили еще пару журналов с таким же сочетанием супер-экслеписи и печати. А сверх того в одном из них обнаружилась еще и роспись Курбатова. Взяв на бум несколько названий с подобным владельческим знаком, на корешке удалось выявить также журналы «Аналиндеркеми» за 1770-е годы, неоспоримо принадлежавшие Курбатову. Но на этих журналах существует еще один и цепис, под буквами А.К. Стоит еще латинская буква, а может стоять даже буквы еще Р. Что значит она и кто скрывается за этим и циалом, кто был владельцем этих журналов до Курбатова, предстоит еще выяснить. На корешках журналов русского физико-химического общества имеются любопытные супер-экслеписи. Например, две такие выговорки «Л» и «Б» безо всяких росписей, штампиков или каких-либо других песней. К сожалению, пока нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, чьи это и циалы. Но учитывая, что журналы с такими супер-экслеписами впадаются в 1880-1897 год, можно предположить с большой долей вероятности, что первоначально они принадлежали Леониду Григорьевичу Богоевскому. Совпадает и циалы, Леонид Богоевский и время изданий, только оттуда. Богоевский был из дворян Харковской губернии и, проучившись год в Михайловском материнском училище, сдал их стольный экзамен офицерской, полагая поступить в какой-нибудь внос. Но русско-турецкая война сбила все планы в 1877-1878 году, и он был отправлен в действующую армию. И только после окончания военной действия смог выйти в отставку и покупать технологический институт, который окончил по химическому отделению в 1885 году. С 1887 года до конца жизни преподавался в наложке химической технологии дуалкинских веществ и заведовал в красивой лаборатории. Интересно, что, будучи химиком, в русском физико-химическом обществе он входил в физическое отделение. Журнал этого общества делился на физическое и химическое участие. И журналы с супер-профессором Погоевского все относятся к физической части. Объяснение этому есть, так как Леонид Григорьевич по имени химии в Технологическом институте преподавал еще теоретическую механику Николасовым Паверийским училищем на курсе пленок. А в 1902 году исполнял обязанности председателя дистанционного комитета выпускников Московского технического училища. Это служит косвенным подтверждением, что рассматриваемость Триксельса принадлежа Богоевскому. Возможно, этим же объясняется наличие журнала с этим Триксельса в 1897 году. Судя по названию его трудов, Богоевский был то, что сейчас называют физико-химик. И поэтому, видимо, отпечатался он в физико-химическом журнале и как химик, и как физик в 1897 году. На корешках все того же журнала встречаются русские супер-химиксы, Д и Г. В свое время на Павленке в чтениях рассказывалось о том, как были расшифрованы латинские буквы Д и Г на книгах, принадлежавших когда-то химику Генеилу Генеевичу Гартнеру. Неоспоримость этой расшифровки подтверждается датственной надписью Сванте Аренеса, адресованный Гартнеру на английскому и Артопе Гартнеру в другую. Но при подготовке к данному докладу на немецких журналах в Кемишес-центрах Гартнера с 1906 по 1912 год были обнаружены такие же супер-химиксы. Причем форма букв изменяется со временем таня, как и на книгах неоспорим, произлежавших Гартнеру. С 1901 по 1906 годы буквы были тонкие и изящные, с 1907 по 1910 с чрезмерно удлиненными хвостиками, а с 1910 по 12 крупные хвосты и крупные. На титульных листах журнала за 1906-1908 год на фазарцах и титульных листах карандашом написаны все те же буквы. Д и Г, только в письменном варианте. Из всего этого можно сделать вывод, что это остатки библиотеки Гартнера, оставленные в институте, когда Лусин Генспешно покидала Россию в 1910 году. И русский супер-химикс Липис Д и Г, нажима от русского физико-химического общества, тоже, видимо, принадлежит ему, так как встречается он на части химических журналов с 1900 по 1913 год. Гартнер вступил в химическое отделение Русского физико-химического общества в 1900 году, а в 1919-м оказался в Англии. И любопытно, что на титульных листах этих журналов тоже встречают никогдашные буквы Д и Г, уже в устном написании. И хотелось бы также остановиться на супер-химиксах Юлия Сегизмульовича Закинга. Закинг был известный химик-органик, выпускник Санкт-Петербургского университета, профессор и работал в технологическом институте с 1899 по 1948 годы, с перерывом на три года, когда он преподавал в Киевском университете. Помимо этого, он читал лекции по техническому институту, с его профессором, заведующим кафедры в Ленинградском медицинском институте. В 1948 году практически погиб, попал под машину. В технологическом институте, между прочим, был председатель библиотечного совета после военной года, и за его росписью идут акты милитаризации 1945-1948 годов. Принадлежавшему технической книге после его гибели поступили в фундаментальный библиотеку Санкт-Петербургского технологического института и раскулились по форме. На данный момент в секторе этой книги находятся 16 книг от библиотеки Зальчика. Это дереволюционные издания, книги с автографами, адресованными Зальчика, и томики с его водительскими росписями. Из всех книг две латинские буквы G, S, ну, в общем, это Юлиус, если смотреть по-английски, присутствует лишь на одной из них французской книги профессора Култо о магниево-аконической химии 1926 года издания. Остальные издания не имеют никаких водительских знаков на корешках. Это объясняется тем, что часть из них имеет мягкие обложки, часть переплетена уже после выступления в библиотеку, а часть имеет дарственные надписи, и следовательно, в полуценном указании на принадлежность Зальчика не нуждается. Но этот единственный экслибрис, супер-ксирис, позволил бы явить журналы владельцев актуров когда-то до Юлиусе Генмундус. Так, например, несколько журналов Кемишес-центроблат за 1920-е годы имеют совершенно идентичный водительский знак на корешке, что позволяет отнести их к библиотеке Зальчика, несмотря на отсутствие обычной росписи. Также в ингиблиотальной библиотеке присутствуют журналы русского физико-химического общества с 1914 по 1930 год, имеющие на корешке русские буквы идут в Зе, что наводит на мысль айбур принадлежности Зальчика. Тем более, что судя по ряду образцов у подключенных до революционной выучки было принято ставить на иностранных изданиях росписи и логический знак на иностранных языках, а на русских книг на русском языке. Тут можно вспомнить супер-экслибрисы и Константина Филовича Бузенева, и росписи того же Павла Шевиковского, Зернова и других. И в заключение хотелось бы показать несколько супер-экслибрисов, владельцы которых пока не выявлены. В общем, все это говорит о том, что здесь еще небочатый край проработал. Вот это книги, так сказать, технические, а следующие это книги художественные, которые сейчас у нас стали передаваться в два-два-дябрях книги художественные. И там появляются супер-экслибрисы, которые, если технические книги еще есть какие-то зацепки и можно как-то их определить, то с художественными тиранцами пока вообще неизвестно, как и с какой стороны за них браться. Ну вот, по-моему, здесь нет срезанных. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, к докладчику? Нет вопросов. У нас следующий доклад. Оксана Олеговна, наши коллеги из Рязани. И я с удовольствием и с удовольствием и с удовольствием. Добрый день, коллеги. В начале сегодняшнего премии мне хотелось бы поблагодарить Российскую национальную библиотеку, отделу литературных книг и лично Ольгу Николаевну. Возможность принять участие в этом семинаре. Для меня это очень важно. В Рязанской областной универсальной научной библиотеке Неборького я сравнительно недавно, всего лишь полтора года. Но мне сразу дали понять, что изучение состава и этапа формирования библиотечного фонда является у нас основным направлением научной работы сотрудников. При сплошном просмотре фонда и при оформлении книг в фонд в специальной картотеке нами отражаются все особенности каждого экземпляра. Здесь и экслибрисы, и суперэкслибрисы, и автографы, и дарственные записи. Медленно, но верно ведется поиск уточнений сведений об учреждениях и персонах бывших владельцев книг. Есть среди них люди широко известные, а есть, например, в нашем фонде 67 книг, принадлежавших прежде Ивану Михайловичу Индюшкину, о личности которого до недавнего времени не было известно абсолютно ничего. Фонд нашей библиотеки пополнился книгами из собрания Ивана Михайловича в основном в самом конце 30-х годов. Их оформление началось в 1939-м. Самый большой инвентарный номер проставлен на экземпляре полного собрания сочинений Антона Павловича Чехова, который к нам попал в 2013-м году из ликвидированной библиотеки Рязанского дома офицеров. Принадлежность книг библиотеки Индюшкина определялась нами по нескольким признакам. Во-первых, это, конечно же, наличие личного штампа. Икслибрис Ивана Михайловича встречается на большей части книг и богато украшены и форзацы, и нагзацы, и шмут титул, и титульные листы, и многочисленные страницы книг, но он имеется не везде. В 20 случаях мы атрибутировали книги, относили их к библиотеке Индюшкина исключительно благодаря владельческому переплету. 38 книг из его собрания имеют владельческий цельнокалинкоровый переплет темно-зеленого цвета с тиснением, имитирующим уголки. Еще 9 экземпляров имеют другой вариант переплета, уже составной калинкоровый, на верхнем или нижнем уголке которого имеется один из двух вариантов супер-экслибриса Ивана Индюшкина. Это «Золотое тиснение» и «Индюшкин». Отличаются они друг от друга, помимо местоположения, еще шрифтом и размером. Наиболее активно Иван Михайлович стал пополнять свою библиотеку в 20-е годы, о чем свидетельствуют владельческие записи. 22 книги имеют на себе автограф Ивана Михайловича, причем начиная с 1919 года он стал указывать на книге не только свое имя, но также дату и место покупки книги, чуть реже стоимость. Самые поздние сведения о покупке относятся к 28 декабря 1928 года. Уникальность книгам придают также и всевозможные оморгиналии и пометы Ивана Индюшкина, которые характеризуют его отношение к прочитанному. Так, например, экземпляр книги Луначарского «Толстой и Маркс» украшает цитата Вольтера, написанная рукой Ивана Михайловича. «Когда кончаешь хорошую книгу, кажется, что расстаешься с хорошим другом». Интересен, правда, и другой экземпляр. Я впервые с таким встречалась. Иван Индюшкин указал точное время окончания и прочтения книги. 22 октября 1925 года, 9 часов 22 минуты вечера. Все эти книги, все они были, в общем, тщательно изучены нами и планируется когда-нибудь, наверное, издать каталог. А так как каталог немыслим без биографической справки, то мы начали поиск сведений о Индюшкине и обратились к документам, находящимся на храмении Государственного архива Рязанской области в Тульском архиве и в архиве Федеральной службы безопасности. Иван Михайлович Индюшкин родился 22 января 1882 года в деревне Пуковый, Миротинской области, Алексинского уезда Тульской губернии в семье крестьянина и собственника Михаила Федоровича Индюшкина и его жены Натальи Ивановны. Воспитывался он матерью, живя ему для Один Марка Федоровича Индюшкина на его ижделении. По окончании пятилетней Миротинской школы в 1896 году он отправился в Рязань, где, в общем-то, началась его трудовая жизнь. В течение первых десяти лет он и караулил сад Павла Павловича Фондервиза в одном из его имений в Пронском уезде. Он торговал арбузами и виноградом. Он был служащим в торговом доме наследников Виктора Николаевича Шургина, владевших крупным монтерейным магазином на Почтовой улице. В самом начале XX века побывал в порт Артуре, где служил в фермах Ефимова и Прашникова. А в 1905 году окончательно вернулся в Рязань и устроился помощником заведующего складом Калинкинского товарищества, располагавшегося на Мясницкой улице. Широко известный в древолюционной России Калинкинское пивоваренное товарищество занималось производством различных сортов пива. В Рязани же производился разлив пива по бутылкам, его хранение. И вот на первом этаже этого здания располагался трактир бильярдный, который пользовался большой популярностью у рязанцев. В 1920-е годы здесь также располагался рязанский склад государственного треугольного пивоваренного завода Мосильпрома. И с 1923 по 1924 год его служащим также являлся Индюшкин. Нередко он совмещал эту деятельность также с работой на производстве фруктово-ягодных вод или же на паровой мельнице. То есть, в общем-то, без дела никогда не сидел. Можно сказать, что Иван Михайлович был поистин человеком своего времени. Все эти изменения, которые Российская империя переживала на рубеже веков, размывание сословий, повышение уровня грамотности населения, его мобильности, способствовали формированию совершенно нового типа личности, независимой, такой инициативной, активно включающейся в общественную жизнь, в общественные процессы. В 20-м веке в Рязанское губернии получили распространение так называемых взаимоспомогательных обществ, которые объединяли людей по профессиональному признаку, выполняли просветительную, строковую функции. Были свои общественные, были свои профессиональные объединения и у торговых служащих, число которых относился Иван Индюшкин. Например, это вспомогательное общество приказчиков города Рязани, учрежденное в 1894 году. На слайде вы можете увидеть заявление Ивана Михайловича о желании вступить в это общество, и оно датировано 1905 годом. В 1909 году ему на смену пришло общество торговых служащих, а в 1915 появилось еще общество коммерческих служащих. В общем-то цели у них были совершенно одинаковые, это улучшение условий труда членов своих обществ, материальная поддержка и содействие духовному развитию. На протяжении 13 лет Иван Индюшкин был активным и деятельным участником каждого из них, а в обществе коммерческих служащих он выступал еще и как учредитель, как бессменный председатель правления. За четыре года своего существования это общество стало, можно сказать, одним из крупнейших профессиональных объединений губернии и настолько завоевал себе симпатии рязанских приказчиков, что к сентябрю 1918 года насчитывало 650 членов, имело собственный дом и около 50 тысяч капитала. Разумеется, деятельность этого общества была немыслима, без активности и энергичности своего бессменного руководителя. Индюшкин же на протяжении нескольких лет и неоднократно принимал участие в съездах профсоюзов торгово-промышленных служащих, где выступал с докладами. Он был также членом и биржевого комитета, и товарищем председателя Рязанского губернского совета профсоюзов. Он избирался в Совет рабочих депутатов и не раз был командированным в различные предприятия для разбора конфликтных ситуаций. В конце концов, он также входил в состав редакционной коллегии газеты Думы приказчика и журнала «Путь рабочего». Для Союза пищевиков уже чуть позже он занимался организацией библиотеки читальни и школы для детей членов Союза. Все эти общественные работы нес безвозмездно, не пропускал ни одного заседания, и поэтому неудивительно, что расстроил свое здоровье в итоге. В 1908 году он женился на крестьянке в Московской губернии Александре Дмитриевне. У них было трое детей, две дочери и сын. Нам удалось найти потомков по линии младшей дочери Галины Ивановны. Она детство провела в Рязани, училась в 12-й советской школе, затем окончила московский медицинский техникум и всю жизнь проработала медсестрой. Один из ее потомков, Виктор Михайлович Кувшинников, получатель правнук Ивана Индюшкина, профессор, кандидат геологии нейрологических наук, государственный эксперт Министерства культуры Российской Федерации и по совместительству генеральный директор ООО инженерной геологии исторических территорий, одной из крупных московских реставрационных компаний. О своем предке он знал достаточно мало и вообще был крайне удивлен, что его нашли только благодаря старым книгам. Это его фраза. В их семье сохранилась легенда, что когда-то они жили в Рязанской усадьбе первого номерского лауреата академика Ивана Петровича Павлова. Нам удалось проверить эту информацию. Действительно, в 1923 году Иван Индюшкин купил дом номер 11 по улице Карла Маркса у сестры физиолога Лидии Петровны Андреевой. Домашняя обстановка вообще говорила о зажиточности. Здесь и столовое серебро, и дубовая мебель, и два фортепиана, и картины, а кроме всего прочего четыре десятка портретов различных писателей и пять массивных шкафов, наполненных книгами. Разумеется, все это не могло не привлечь внимания в ГПУ, и в августе 1930 года в доме Индюшкиных был проведен обыск. В результате обыска под верандой дома был обнаружен спрятанный бак с серебряными монетами и золотыми украшениями на сумму в 3500 рублей. Индюшкину было предъявлено обвинение. С одной стороны, он изовлечался в том, что в публичных местах позволял себе высказывания против советской власти. Он и отрицал необходимость Красной Армии и классовой борьбы. Он выступал против национализации и призывал рабочих вернуть фабрики и заводы капиталистам, потому что советское правительство не умеет хозяйствовать. Кроме этого, занимался скупкой ценностей. Шансов у него не было. И по решению тройки 22 ноября 1930 года ему было запрещено проживание в семи центральных округах с прикреплением к выбранному месту жительства сроком на три года. Иван Михайлович выбрал город Воронеж, однако вернуться в Рязань ему уже не было суждено. Будучи во строге, он писал жене, «Дружи, Саша, первым делом убери как можно тщательнее книги, лежащие на бюро, шкафу и диване, уложи в какую-либо сундук. Сделай это сама и как можно аккуратнее. Наверху дивана лежат книги в переплете. Уложи их в книжный шкаф. И еще раз прошу сделать лучше». Свою библиотеку, свое детище он собирал на протяжении 25 лет. К сожалению, до нас дошла лишь незначительная ее часть, но даже и эта часть является отражением личности своего владельца и многое дает для понимания его мировоззрения и характера. Еще на этапе выявления книг мы обратили внимание, что значительная их часть относится к жизни и творчеству Льва Николаевича Толстого. Будучи уроженцем Тульской губернии, Индюшкин, разумеется, преклонялся к рейдениям великого земляка, разделял и пропагандировал его взгляды. Для своей библиотеки он покупал как произведения самого Льва Николаевича, так и исследовательскую, мемуарную, критическую литературу, необходимую для всестороннего изучения жизненного и творческого пути писателя. Более того, он приобретал также и книги, которые были когда-то упомянуты Львом Толстым на страницах его дневника. Считал необходимым ознакомиться с ними тоже. Идеологически Индюшкин примутнул к толстовству в 1907 году, но тогда еще никаких организаций толстовцев в России не было. Лишь после революции он вступил в общество Московское Вегетарианское общество, организаторами которого выступали и Бирюков, и Гурбунок-Пасадов, Чертков, в общем, весь свет. Но из всех толстовцев ближе всего общался с Николаем Николаевичем Гусевым, которого называют последним летописцем и первым историком в жизни и творчестве Льва Толстого. В 20-е годы, в 20-е, 30-е годы он был директором Толстовского музея в Москве и один из сборников трудов в Толстовском музее он подписал своему рязанскому другу Милому Ивану Михайловичу Индюшкину от редактора. После ареста и ссылки Ивана Индюшкина в Воронеже его семья еще некоторое время проживала в Рязани, впоследствии переехала в город Бабушкин в Московской области, сейчас это уже часть Москвы, дом номер 11 по улице Карла Маркса и на дворные постройки были первеножилищные кооперации, поэтому история библиотеки именно в это десятилетие с момента ареста до момента попадания в нашу библиотеку требует дальнейшего более глубокого изучения. В процессе работы с фондом нами по-прежнему выявляются экземпляры, что насколько следователей только радует. Отрадно, в общем-то, и то, что поиск сведений о личности Ивана Индюшкина также позволяет выявить новые материалы по рязанскому краеведению и раскрыть общественную и частную жизнь наших земляков первой и третьей XX века. Благодарю вас за внимание. Буду рада ответить на вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы. МАНИ Ивана Индюшкина Он не смог вернуться, потом вырезаем. Он расстрелян? АПЛОДИСМЕНТЫ Это также требует дальнейшего изучения. Это очень интересно. Вроде бы три года, срок небольшой, в семье сохранилась перескутка, и последние письма ему отправлялись в город Тотьма в Лагонской области. Говорят также, что младшая дочь навещала его уже со своим сыном, то есть это было после 1937 года. Мы сейчас сделали запрос в Главный информационно-аналитический центр при МВД, чтобы выяснить, были ли повторные судимости, были ли какие-то преследования. Говорят, что он скончался вскоре после освобождения, то есть он даже не успел добраться домой. Еще вопросы спасибо. Ну а теперь у нас уже можно сказать сторожилы нашего семинара, которые участвуют в нем второй раз. Пожалуйста, Мария Владимировна Калмакова. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад сегодня будет посвящен в общем той же практически теме, что будет посвящен первый доклад нашего семинара. Это будет продолжение. Ну так как многие, может быть, не слышали первую часть, чтобы логически было понятно, о чем я говорю. Какие-то вещи, может быть, мне придется повторить. Я постараюсь сделать такое, в котором я расстояние сосредоточиться на том, о чем хочу сказать более подробно. Итак, мой доклад посвящен нескольким экземплярам, происходящим из библиотеки, собранной двумя выдающимися учеными-словистами, Мемманом Петровичем Петровским, членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук, заграничным членом Чешской Академии Матой Искусств в Праге и его сыном Нестором Ямманичем Петровским, также членом-корреспондентом Нужной Российской Академии Наук по специальности Славянской Афилологии. Библиотека Петровских является ярким примером такой личной, семейной и в то же время рабочей научной библиотеки, которая собиралась на протяжении нескольких десятилетий и сосредоточила в себе огромное количество интереснейших документов. О ценности этой библиотеки отмечали как коллеги-ученые, так и Академии Наук. В общем, тоже видела большую ценность в этой библиотеке и всячески участвовала в суть в мире сохранении этой библиотеки, о чем, в общем-то, ниже мы увидим. Коротко напомню о том, что после смерти в 1921 году Нестора Мугленовича Петровского библиотека была перевещена, сначала перемещена в Казанский университет, впоследствии в 1927 году, когда в Московском государственном университете была начата подготовка словистов, ученик Нестора Петровского Афанасий Матвеевич Селищев, они безвестные фигуры, в тот момент работал уже в Московском университете и способствовал тому, чтобы эти книги были перевезены из Казани в Москву, потому как в Казани, ну, в общем, с уходом Петровских как-то приостановилась словистическая деятельность, и книги использовались мало. Книги были перевезены в Москву, и в 1929 году как раз было подписано разрешение о перемещении. До этого была составлена опись, такие три огромных варианта, и все это было перевезено сначала в лингвистический кабинет Московского университета, но, к сожалению, прогулей они там недолго, потому как в 30-м году подготовка словистов была прекращена, словиноведение вообще переживало не самые лучшие времена на рубеже 20-30-х годов 20-го века, поэтому подготовка словистов прекращается, и книги, в общем, снова находятся под угрозой. В 31-м году стараниями Николая Севастьяновича Державина и Афанасия Матвеевича Селищева книги перевозятся в Москву, вновь созданный, не то, что вновь созданный, а вообще в созданный институт словиноведения Академии наук, где, в общем, эта библиотека предполагалась, должна была быть востребована, но после 34-го года институт опять превращает свое существование, книги опять в общем непонятно как сохранилась, сохранились бы и опять-таки стараниями Николая Севастьяновича и Афанасия Матвеевича Селищева к ней попадают в библиотеку Академии наук, потому как до этого времени, с 31-го по 34-й год, в составе библиотеки Академии наук был умерен кабинет словиноведения, такая некая единица от института, которая позволила сосредоточить книги там не только Петровских, но и в принципе книги по словистике многие, и вот в частности библиотека Петровских так попадает в БАМ. Нужно сказать, что до этого часть рукописного архива, архивные материалы были переданы второй Нестора Мемоновича Петровского в Институт Мушкинский дом выбор, и часть книг также уже впоследствии была тоже распределена в соответствии с какими-то принципами комплектования библиотеки, которые существуют по ныне в общем платно-фетристой системе библиотеки Академии наук, потому что мы сейчас встречаем их вообще в различных местах и в том числе запретим. Но нужно сказать, что в общем в прошлом докладе говорил о том, что мы ищем рукопись, мы ищем описи, что существуют только какие-то скосвенные сведения ученых, которые исследовали библиотеку в 80-е годы, они говорили, что существует только второй дом рукописи, указывается, существуют все три домовые прописи, существуют они нигде-нибудь в рукописном отделе библиотеки Российской Академии наук, и в общем в этом году, в январе месяце вышла статья нашей коллеги Ларисы Беляевой как раз, которая говорит о том, что в общем-то книги есть, она описывает рукописную часть, но нам, конечно, интереснее и книжную часть тоже. Так вот, опись представляет из себя таких вот три варианта. И первые две книги, вот, что зеленая и желтая, это, в общем-то, собственно, сам каталог книг, включающий в себя 9116 наименований. Третья книга, это как раз каталог рукописи. В рукописи там перечислено 145. Вот наши коллеги занимаются рукописи, а мы решили, что книги, это для нас на данный случай, то, что мы видим у себя в фондах, мы это получаем. Мы начали сравнивать те книги, которые у нас имеются с теми номерами по описи, которые наличествуют. Совпадения имеются практически в 99% случаях. Этот процент, который не совпадает, это все-таки особенности поочерка того, кто эти номера написывал на самих книгах. Но, тем не менее, опись была составлена, составлена она была в 25-м году, и в каждой книге на последней страничке мы видим, собственно, подпись Самой Петровской, подпись Анастасия Матвеевича Селищева и подпись того, кто передавал хранитель в Казанском университете. Понятно, что уже впоследствии, наверняка, когда перемещали уже из Москвы в Ленинград, уже сверок наверняка не было, и были некоторые потери, возможно, и книг в том числе, но, тем не менее, хорошо, что эта опись сохранилась и были не успели иметь наличие. И, собственно, наличие этой описи позволило нам внимательно посмотреть на то, что мы сейчас выявили, на то, что это у нас и книг, которые имеются, и говорить о владельческих знаках ученых из библиотеки Петровских. То есть, такое нагромождение, но сейчас объясню, о чем будет речь. Библиотека выполнялась изданиями в процессе работы над своими исследованиями, это понятно, в ходе командировок, различных поездок, а также думается благодаря работе с различными книготорговцами, что естественно, и, возможно, подарками коллег различных. Все это позволило составить весьма широкий репертуар библиотеки, содержащий множество актуальных и интересных изданий, посвященных прежде всего славянской истории, культуре, языку и многим другим аспектам. Так вот, тот блок изданий, о котором, более детально скажу, это не очень большой, но весьма важный. Это, как правило, издания, либо приобретенные, либо повторно подаренные книги, среди которых встречаются издания с различными дарственными надписями, открывающими перспективу для дальнейших исследований собрания, но прежде всего владельческих. Так вот, нами выявлено было из собрания Петровских шесть книг, которые имеют владельческие непосредственно надписи Осипа Максимовича Бадянского. Библиотека Бадянского вообще имеет свою историю, это целый вообще скандал даже своего времени, и этому много чего было посвящено и трудов, и такие пространные, очень эмоциональные отзывы в газете Гацуга, если кто видел, это страшное дело. Ну так вот, библиотека Бадянского разошлась очень сильно, и вот, в частности, шесть книг были каким-то образом показаны. Но каким-то образом, скорее всего, как мы предполагаем, они были приобретены Мемнаном Петровским после смерти Бадянского, ну, может быть, удаваны, может быть, уже посредством книги торговцев чуть позже, но, тем не менее, это все-таки рука не Нестора, скорее всего, Мемнана, просто по периоду. Так вот, шесть экземпляров, они имеют, почему мы считаем, что это книги Бадянского? Как правило, эти книги Осип Максимович надписывал, они имеют логические надписи, вот я их вынесла, а Осип по-бадянски от, там, не знаю, от сочинителя, от издателя, разные могут быть варианты, вот и место, где он их либо получил, либо купил. Владельческая надпись размещалась, как правило, на Форзоце, и поэтому, если Форзоц был неудален при дальнейшей эксплуатации книги, то, в общем, мы имеем эту надпись владельческую, но это не исключает, например, наличие тарственной какой-либо надписи, дарственная надпись, например, на вот этих владельческих фрагментах имеется. Она располагается на обложке в правом верхнем углу и я его тоже вынесла. Ну, соответственно, некий О-О цвет ее видно на самом таком, и понятно, что она на вороте. Также таких книг всего, как я же сказала, шесть, также, например, такой вот вариант «Апология», также надпись о Бадянске, может быть, Йозеф Бадянский, не обязательно о, так как он Иосиф, Осип, различие с его именем. Такие владельческие надписи позволяют говорить о том, что в библиотеке Петровских как минимум шесть экземпляров ранее принадлежали отчеству Максимовичу. Также в библиотеке Петровских мы можем увидеть, ну скажем так, условно подарки коллег по Казанскому университету. Либо эти книги были приобретены впоследствии после какого-либо утраты владельца, либо может быть подарены самими владельцами, либо еще какими-то путями. Но так или иначе, книги коллег по Казанскому университету, владевшими определенными библиотеками, также вошли в состав библиотеки Петровских. Так, например, Николай Алексеевич Асокин владел своей библиотекой, это русский писатель, ученый-медиалист и профессор Казанского университета, действительный устатский советник. Один экземпляр, имеющий как дарственную надпись от Тимофея Дмитриевича Флоринского, так и штамп на самой обложке. Я их немножечко увеличила, чтобы вы могли почистить и убедиться. Да, Николаю Алексеевичу Асокину, знам глубокого уважения в ТМК. Также, тоже коллега из Казанского университета, Петр Иванович Вагнер, который являлся русским геологом, и в Казанском университете он занимался геологическими исследованиями, он был профессором минерологии, и тоже занимался такими-то вещами. Особенно ему была подарена книга, совершенно, может быть, ему либо не очень интересная, либо не совсем подходящая под его научные интересы, либо для библиотеки. Это экземпляр Тегнера Фритьев-Смелый, произведение шведского автора, в переводе Яна Верняковского, и, собственно, сдаст на надпись Яна Верняковского. Но, возможно, Вагнер сам подарил эту книгу Петровскому, и, скорее всего, опять-таки Мевнану, потому как даты жизни Вагнера 1799 и 1876. Нестору в тот момент было два года, вряд ли эта книга, когда умер Вагнер, вряд ли эта книга могла быть подарена, либо куплена Нестору. Еще один весьма интересный экземпляр. Уже вчера мы говорили о переплетах Погодина, и когда вот тоже были слайды, я прям так думаю, ничего себе, какое схожее внешнее оформление издания. Потому как у библиотеки Петровских были свои переплеты, но они, ну, скажем так, уже другого периода. А вот переплеток Погодина весьма интересный, потому как это тоже комбинированный переплет, вот эта красная кожа, уголки, такое составное, может быть, стоило сфотографировать еще и корешок, но вот как-то я вчера уже не успела это сделать, но, наверное, стоило. Ну, в общем, экземпляр, принадлежавший некогда Михаилу Петровичу Погодину, но полученный Мевнаном Петровичем, как мы предполагаем, из рук Виктора Ивановича Григоровича, собственно, тоже коллеги по Казанскому университету и учителю Мевнана Петровича. Каким образом она попала к Григоровичу, ну, скорее всего, она была, опять-таки, перекуплена. Вряд ли Григорович мог получить от непосредственно Погодины эту книгу. Скорее всего, она была куплена господином Соколовым, предполагаю, что это все-таки книготорговец, и уже от Соколова уже была она приобретена Григоровичем, и впоследствии либо подарена, либо куплена Мевнаном. И последний экземпляр, который тоже очень интересный, который совсем недавно был обнаружен, принадлежавший Коста Войновичу. Он не всталегал по Казанскому университету, это вообще другая история. Это хорватский политика и адвокат. Но, между тем, он был все-таки постоянным профессором на юридическом факультете, ректором Завровского университета, весьма известной персоной. Так вот, ему была подарена книга, автором которой являлся Кармен, и такая надпись на титульном листе, на итальянском языке, приблизительно следующая, означающая «Светлейшему законодателю, либо вестителю закона» Коста Войновичу с уважением, Кармен, июль, 27 июня 1889 года. Понятно, что вряд ли Войнович сам подарил книгу Петровскому, точно нет. И под времени, и по всевозможным характеристикам эта книга, скорее всего, приобретенная. Приобретенная, скорее всего, действительно, книга торговца. Но она действительно является владельческой, принадлежала, будем так говорить, политическому деятелю и относительно учебному. Помимо указанных в библиотеке Петровских, имеются издания, содержащие информацию о дарителе, очень много книг с автографами и надписями. И о них я уже говорила на различных конференциях. И вот в прошлый раз я пыталась что-то такое показать, но что их очень много. Это речь идет не о двух книгах и не о десяти. Как я уже сказала, в выпуске значится больше девяти тысяч знаний. И вот коллега из ИРВИ, конечно, подтвердили, у них тоже эти книги есть. И это целая история. Думаю, что еще много будет докладов, посвященных библиотекам Петровских. Но так, очень коротко скажу, что уже эта картинка, которую мы все многие видели, но раз уж у нас этот семинар посвящен больше переплетам, то вот скажу про переплет. Если книга Петровскими приобреталась во владельческом переплете, ну, положим, да, вот Погодицкий переплет у нас явно есть, то он не менялся. А вот если книга приходила в мягкой обложке, либо с поврежденным переплетом, либо требуем, так как с книгами они работали, у них практически не встречается ни разрезом. Какой-то Николай Викторович я говорил, что есть книги, которые накапливаются. Вот у них таких накопительных книг очень мало. Они, как правило, все рабочие. Так вот, нужно было их переплетать. Ну, по всей видимости, не так было много денег у казанских ученых, и время было неспокойное, это все-таки начало 20-го века. Они, как правило, имеют либо цельнобумажные, либо цельнокалинкоровые переплеты с бумажными наклеечками. Конечно, никаких суперэкслибрисов речи не идет. Редко встречается какое-то тиснение на калинкоре украшения, но, как правило, это вот такого вот варианта вещи. Либо комбинированные составные переплеты. И все они со штампами, с такими фиолетовыми, весьма характерными. Ну, так вот, те книги, о которых я сказала, они все имеют номер рукописный. Если вы видели, вращали, ой, господи. Если вы обратили внимание, вот номерочек, он в данном случае заклеивался. Вот такая у нас на центральном слайде, где написано 24СР, да, вот это шрифы славянского фонда нынешнего, они практически все заклеены бумажками. Ну, просто это они очень хорошо видны. И все они совпадают с номером по описи, что дает нам еще больше уверенность в том, что действительно Петровский штамп поставлен не ошибочно. Так что бывает, наверное, в библиотеках, не знаю. Но, тем не менее, как минимум, вот такой вот обзор получается, что и покупали книги, и дарили книги Петровским, и они имели возможность ходить, да и дальше, и дальше. Ну, наверное, такой тезис оставался очень коротко. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Спасибо. Я, наша, пожалуйста, не получила, и просто не вот пользуюсь вас множеством, то есть, знаете, как давно занимаетесь этой темой, сказать, напомнить, что огромное собрание книги Петровского находит и множество, да? Также довольно много книг Вадянского, и саллистов, и ученых историков. Так что приходите изучать. Они у вас как-то отдельно или тоже засеяны, как у Ваня? Они у нас, естественно, разные. Да, но поскольку есть какое-то собрание и автопрофоративной собственной части, выделено, но их такое дичайшее количество, что вы его все передо мной доставили такой задачи. По моим представлениям их, по крайней мере, тысячи. И должна сказать, что вот номеров я не буду. Там, где вы, конечно, прекрасно знакомы. Они бывают на... Они постарались обычно на титульном листе, либо на вложке. Так что просто приглашаю вас всех специалистов нам заниматься. Обязательно, я вас даю. Спасибо большое. А у меня тоже вопрос. А вот вы посмотрели каталог библиотеки Осокина при передаче его к прожанскому языку? Не смотрели. А вот посмотрите. Не смотрю, спасибо. Не смотрели. Так, ну а теперь еще с одной словистической библиотекой мы с вами познакомимся с геоплотическими знаками Чепушенко Дарья Юрьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я также продолжаю тему, над которой я работаю уже достаточно длительное время. Обычно я рассказываю о книгах цирку в Славянском фонде, в Библиотеке Академии Наук. А сегодня моя тема посвящена книгам цирку в иностранном фонде, в Библиотеке Академии Наук. Одним из источников комплектования фонда библиотеки Российской Академии Наук, помимо основного обязательного экземпляра, и 5 дары и поступавшие в разное время личные библиотеки, выдающиеся деятели науки и искусства. Примером такой частной библиотеки, поступившей в фонды БАН, может служить собрание цирку. Солюхроний Агапевич Цирку, приват датсен Санкт-Петербургского университета, сотрудник Славянского фонда библиотеки Академии Наук, посвятил себя исследованию истории болгарской литературы и церкви, изучения болгаро-сербских литературных связей. После окончания Петербургского университета в 1878 году он был командирован с научной целью в Болгарию и Румынию, где пробыл до 1879 года. В 1882 году Цирку получил степень магистра славянской филологии в Петербургском университете и принялся за разработку индивидуального курса, лекций по румынской литературе и языку, который он впоследствии читал для студентов историко-филологического факультета в период с 1884 по 1890 годам. По обзоре Александра Ивановича Ильцемирского «Значение румынской филологии для словистики и романских изучений» мы находим следующую характеристику этого курса. Читал он их с перерывами в течение нескольких лет. Ни одного курса не закончил, лекций не издавал, и никаких реальных следов после них не осталось. Личная библиотека «Полихрония Габича-Сырку» после смерти ученого поступала в Петербургский университет, в библиотеку Академии наук, и некоторые экземпляры попали в частные уроки. Уда Георгиевич Ливас в работе частной библиотеки в России дает этой библиотеке следующую характеристику. Собранная им библиотека представляла из себя выдающиеся собрания редких болгарских, венгерских, кашубских, верхних, нижних, лужицких, румынских, греческих и других изданий. Исходя из общих правил комплектования библиотеки Академии наук, издания были распределены по языковому принципу. Так, книги на славянских языках попали в славянское отделение, остальные были размещены в иностранном отделении библиотеки. Славянские рукописи, собранные исследователем во время путешествия по Европе, хранятся в настоящее время в рукописном отделе библиотеки Академии наук и имеют шифр собрания 55. Завершительский вопрос об обстоятельствах приобретения части личной библиотеки Сырку, стоит отметить, что по данным протоколов и ежегодных отчетов библиотеки, покупка изданий принадлежащих исследователю состоялась в 1906 и 1907 годах. Издания были выкуплены вдовы, и в настоящее время нам неизвестно точное количество поступившей литературы. Появление изданий, происходящих из личной библиотеки Сырку, хранящихся в Славянском фонде библиотеки Академии наук, опирается в первую очередь на архивный документ о названии книгопоступления за 1906 и 1908 годы. В настоящее время в Славянском фонде выявлено около 450 экземпляров. Не менее важным, подтверждающим правильность атрибуции изданий, признаком являются владельческие и дарственные надписи на обложках и титульных листах. Благодаря таким надписям можно выявить книги, которые принадлежали Сырку, но которые впоследствии оказались в личных собраниях других ученых-словистов. Одной из отличительных особенностей книг из библиотеки исследователей является отсутствие характерных переплетов, что составляет дополнительную сложность при выявлении изданий Девису. В 2017 году при проведении документальной проверки сотрудниками иностранного фонда БАН было выявлено 135 единиц изданий, которые мы уверенно атрибутируем как принадлежащие личной библиотеке и церковь. Все они имеют владельческую надпись, выполненную чернилами, которая располагается в правом верхнем углу на оригинальных обложках изданий. Форму надписи достаточно стандартная и повторяется на обычные надписи на кириллических изданиях. Получена дата, место. Язык уже чаще всего варьируется. Среди описываемого массива выявлены надписи на русском, новогреческом и других языках. Так, некоторые издания в иностранном фонде имеют номер по книге поступлений, местоположение которой в настоящее время нам, к сожалению, неизвестно. К этим 135 экземплярам применяют 7 изданий с карандашной пометой «Сырку» и указанием номера, также выполненного карандашом. И 3 экземпляра, которые содержат владельческую надпись «Сырку» и вот эту карандашную пометку. Благодаря выявлению этих дополнительных помет мы можем предположить некоторое существование перечня изданий, которые поступили во 2-е иностранное отделение библиотеки Академии наук. Характеризуя языковой репертуар изданий, мы отмечаем книги на румынском, греческом, французском и других языках. Издания на венгерском языке, о которых писал Георгий Чивоский, «Настоящее время, однажды не удалось», преобладают среди выявленных изданий книги на румынском языке, которые, судя по владельческим надписям, были приобретены в период с 1878 по 79-е годы, то есть они относятся к первой командировке с церкви в Болгарию и другие югославянские земли. Это книги по румынской истории, истории церкви, грамматики, словари. Ангел Никола в монографии «Прихрани Гадач с церкви в Болгарии» указывает, что первым пунктом, который посетил молодой ученый во время поездки, как раз был Бухарест. В столице Румыния он провел достаточно много времени по причине поездки. Переходя к описанию изданий и расшифровке владельческих надписей, мы хотели отметить, что раскрыли далеко не все владельческие надписи, акцентировав внимание на наиболее известных деятелях науки и культуры, чьи издания мы обнаружили. Связано это, в первую очередь, с желанием осветить сначала наиболее раскрытые сюжеты, постепенно переходя к другу, с руководством с принципом «Вод простого и сложного». Во-вторых, в вторую очередь, подобная мотивация обоснована тем, что выявление изданий, происходящих в собрание с церкви, продолжается в настоящее время. Таким образом, информация, содержащаяся на новых экземплярах, может помочь нам прояснить личности дарителей, а также время и обстоятельства приобретения подобных изданий. Открывает перечень издания с дарственными надписями из книг, в их хране как часырку, экземпляр, хранящийся в иностранном фонде БАН, единственное в настоящее время с владельческой надписью на русском языке, подписанный, полученный 17 мая 1885 года, Санкт-Петербург от А.Н. Ветер. Мы предполагаем А.Н. Веселовского. Это экземпляр Александрии Порока Весевенской библиотеки, перед нами встал вопрос А.Н. Веселовский. Алексей Николаевич Веселовский, партнерный профессор Московского университета, почетный академик Санкт-Петербургской академии наук по разряду изящной словесности, специалист по западноевропейской литературе. И Александр Николаевич Веселовский, заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета, академик истории литературы. Здесь вопрос решился достаточно просто. В сторону Александра Николаевича Веселовского, который был первым оппонентом на диспуте при защите сочинения сырку в византийской поезде убиения императора Никифора Форки в старинном болгарском пересказе, которое состоялось в 1883 году. Это процедура. Защита подобной работы была необходима для допущения к чтению лекций по означенным программным предметам в качестве приватного оценка. И именно к чтению лекций и проведению... Речь идет о как раз курсе румынского языка, который готовил сырку. Следующее издание, на которое мы хотели обратить ваше внимание, принадлежит авторству... Следующее издание, на которое мы хотели обратить ваше внимание, принадлежит авторству Моисея Гастера. Равина, филолога, литературоведа, журналиста, румынского фриктоклориста, почетного члена Румынской академии с 1929 года. В собрании Политомения Капича мы обнаруживаем экземпляр его работы «Румынская физиология», вышедшая на итальянском языке. Достаточно необычная тема, ведь современникам Моисея Гастера был известен как автор лекций по греко-славянской литературе, народной румынской литературе. Автором рецензии моего работы как раз выступал Александр Николаевич Василовский. Помимо недатированного автографа, который мы, к сожалению, пока не смогли рассчитать, я не смогла определить язык, это кульминский или итальянский, мы видим логическую надпись на обложке, которая достаточно стандартной формы. Это кульмин, 3 ноября, дальше смазан годы, это 1885, место Санкт-Петербург, СПБ. В настоящее время нерешенным остается вопрос о времени установления контракта между учеными. Мы предполагаем, что это произошло до 1885 года, год, в который Гастер был при нуждом покинуть Румынию. Во время первой поездки, первой командировки в Болгарию и Румынию, Полихроний Агапич знакомится с Богданом Петряченко Хашделу, который помогал ему в работе со славянскими рукописями в государственных архивах Бухариста. Впоследствии ученые поддерживали постоянную переписку, о чем свидетельствует, что свидетельствует о сложившихся профессиональных отношениях. В собрании полихрония Агапича мы находим книгу «Правые привычки румынского народа» за авторством Хашделу и владельческой надписью «Сырко» от автора, указанием даты и места приобретения 17 июля 1877 года в Бухарест. И второе издание «Критическая история румынской Балахи» до 1400 года с владельческой надписью «13 октября 1879 года в Бухарест». Становление круга общинь исследователей в этот период представляется нам интересным полем для будущего исследования. Сходя из репертуара изданий, приобретенных в этот период, мы предполагаем, что уже в это время полихрония Агапич задумывался о будущей преподавательской карьере. Таким образом, выяснение принадлежности выявленных изданий к собранию учетов, основанных на владельческих надписях, расположенных на обложках и титульных листах изданий. Эти надписи позволяют проследить географию и хронологию заграничных поездок при отправлении Агапича. Также они содержат информацию о круге научных контрактов исследователей. Работа по выявлению изданий, происходящих из личной библиотеки ученого фонда БАМ, продолжается. В связи с этим перспективными направлениями для исследования представляется поиск учетной документации, так называемых книг поступлений, второго иностранного отделения, появление количества изданий, приобретенных в библиотеку-гростников в Сырку, и атрибуция невыгненного издающего временного издания. Я благодарю всех за внимание. Спасибо. Я представляю слово Астапии Александровне Жабревой, также из Библиотеки Академии Наук. Добрый день, коллеги. Мой доклад посвящен малолетному научному собранию Платон Андреевичу Кулаковского. Известный русский ученый Платон Андреевич Кулаковский свою научную карьеру посвятил изучению зарождения национальных литератур в странах славянского мира, вопросах их автономии и государственности, взаимоотношений славянских стран с Российской империей. В Славянском фонде Библиотеки Академии Наук хранится множество книг из личной библиотеки Платона Андреевича Кулаковского. В БАЛ они поступили в большинстве случаев после смерти ученого в декабре 1913 года. Единый перечень приобретенных изданий не сохранился, но мы можем выявить их благодаря логическим знаком, оставленным на титуле в местах книг, а также благодаря записям книги поступлений. В настоящее время мы располагаем сведениями о наличии в Славянском фонде около 1200 наименований, являвшихся частью личной или рабочей библиотеки Платона Андреевича Кулаковского. Среди изданий из личной библиотеки ученого можно встретить довольно крупное число логических конвалютов. Очевидно, что Платон Андреевич Кулаковский заказывал перевелеты в своих книг для собственного пользования. Об этом свидетельствует то, что все конвалюты собраны тематически, имеют заголовок данной владельцы библиотеки, а также содержат на крышке инициалы владельца ПА в основном в Славянском шифре. Но по другим формальным признакам, а также по времени создания, переплеты конвалютов отличаются друг от друга. На основе отсмотренных изданий стало возможным разделить владельческие конвалюты Платона Андреевича Кулаковского на две условные группы и предположить примерные хронологические рамки их создания. К первой группе можно отнести экземпляры, переплетенные в промежутке с 1884 по 1902 год. В 1884 году Платон Андреевич был приглашен преподавателем русской словесности в Варшавский университет, а менее чем через 10 лет ему предложили должность профессора кафедры знаменоведения. В Варшаве Платон Андреевич Кулаковский в привык оказывается в столь высокой должности и очевидно ему появляется возможность оформить владельческими переплетами свою рабочую библиотеку. Корешок переплета простой, содержит заглавие конвалюты и инициалы владельца, выполненные золотым чеснением. Бинты выпуклой формы без орнамента. На форте экземпляра можно увидеть ярлык переплетной мастерской. Пока что это единственный ярлык в мастерской, выявленный на изданиях из библиотеки Платона Андреевича Кулаковского. Благодаря этому ярлыку нам известно название переплетной мастерской Людка Мирницкого, находившейся на улице Электорально в Варшаве. Платон Андреевич Кулаковский озаглавил книгу как статью по сербскому вопросу. Всего в конвалюте 13 аллигатов, объединенных общей тематикой, внешней политикой сербского государства. Самая поздняя публикация относится к 1895 году, а следовательно, выполнение переплета попадает в промежуток между 1895 и 1902 годами. Схожие формальные признаки имеют переплет конвалюта, заглавленный как статью Флоринского. По теснению буквы по оформлению бинтов можно сделать вывод, что данный переплет выполнен в переплетном петерской Людке Мирницкого. В конвалюте собраны статьи филолога-слависта Тимофея Дмитриевича Флоринского. Всего 18 аллигатов, а вместе с типографскими 25. Самая поздняя публикация относится к 1901 году, то есть переплет был выполнен до 1902 года и относится к первой группе конвалютов. Данный экземпляр интересен также обилием автографов. Почти каждый аллигат имеет дарственную надпись Тимофея Дмитриевича Флоринского, Платона Андреевича Колоповского. Особенно примечательный второй аллигат. При создании переплета мягкая обложка книги была обрезана, чтобы уложиться в объем будущего конвалюта. Тем не менее, дарственная надпись была сохранена владельцем и аккуратно вырезана с трех столов. Сторонно и сложно. Ко второй группе относятся экземпляры, переплетенные в промежутке с 1902 по 1913 год. Вторая группа конвалютов соотносится с переездом Платона Андреевича Колоковского из Варшавы в Санкт-Петербург. В связи с тем, что ученый занимает должность редактора правительственного вестника издания Министерства внутренних дел. К этой группе можно отнести конвалюты, заглавленные как статьи Александрова, в котором собраны статьи ученого-словиста Александра Ивановича Александрова, позднее ставшего епископом Анастасия. Корешок переплета содержит заклавия конвалюты и инициалы владельца, выполненные золотым тиснением. Менты плоской формы обозначены лишь орнаментом в виде полос золотого тиснения. В конвалюте 11 элегатов, из которых издание самого позднего относится к 1906 году, а следовательно ко второй группе конвалютов. Также ко второй группе можно отнести конвалют под заголовком «Автономия Польши», состоящий из брошюры Платона Андреевича Кулаковского «Поляки. Вопросы об автономии Польши» и нескольких книг других ученых, например, Ивана Александровича Гуденда Крутюне. По формальным признакам переплет конвалют напоминает переплет статьи Александрова, а самая поздняя публикация среди элегатов, прошу прощения, относится к 1908 году. Всего в конвалюте 13 элегатов разного формата, что на данный момент способствует разрушению корешка и требует бережного отношения в дальнейшем реставрации. Тем не менее, такая подборка элегатов является интересной особенностью данного экземпляра. В 1902 году Платон Андреевич Кулаковский занимает должность редактора правительственного вестника издания Министерства внутреннего дела, как я уже говорила. В газетном фонде библиотеки Российской академии наук находятся номера этой газеты. В славянском фонде же находятся уникальные экземпляры, напечатанные в типографии Министерства внутреннего дела специально для Платона Андреевича Кулаковского. Это конвалют высотой 16 сантиметров, а заглавленный как извлечение из журналов комитета министров, включающий в себя 10 оттисков. Экземпляр содержит в себе подбор статей из разных номеров правительственного вестника за авторством самого ученого. Возможно, данное издание являлось редакторским экземпляром. Сопоставив элегаты этого конвалюта со статьями, опубликованной в газете «Произвестный вестник», можно обнаружить, что текст не тичен. Самая поздняя публикация в данном конвалюте относится к 1905 году. Крешок содержит название «Конвалюта» и «Инициал владельца лутуны на золотом тиснение». Блинты плоской формы украшены орнаментом из полосок луктирных линий золотого тиснения. Также в экземпляр вложены пронимированные рукописные листы, которые по смыслу оказались продолжением обширных рукописных помет на полях. Напоследок хотелось бы отметить, что в Санитском фонде библиотеки Академии наук все элегаты в составе владельческих конвалютов из личной библиотеки Платона Андреевича Кулаковского внесены в книгу поступлений как отдельные издания, и каждый элегат имеет отдельный шипр. На примере конвалютов из собрания Платона Андреевича Кулаковского можно убедиться в важности работы с личными библиотеками ученых. Способ организации личных библиотек дети и мелкие помогают узнать больше информации о процессе их работы с изданием. Спасибо за внимание. А теперь я хочу представить слово нашей московской коллеге Людмиле Геннадьевне Ларионова. Несмотря на наличие Сапсана, к сожалению, московские коллеги нас не часто балуют своими посещениями, и тем более приятно, что бывают исключения. Добрый день, уважаемые коллеги. Я ставлю секундомер. Ну, у нас еще есть время. Хорошо. Значит, мое выступление посвящено материалам для реконструкции состава личной библиотеки поэта-футуриста Сергея Павловича Боброва, которой до сегодняшнего дня практически ничего не было известно. Но сначала я хотела бы немного напомнить историю формирования фондов нашей библиотеки. Все началось в далеком 1963 году, когда в специально построенном флигере особняка Чепковых на Весницкой улице в Москве открылась для общественного пользования впоследствии ставшая знаменитой Чепковской библиотекой. В ней, как, например, известно, когда подлинно занимался график Николаевич Толстой, когда работал над своим романом «Бойна и мир». Затем, впоследствии, эта библиотека была подавлена городу и была передана, создававшись тогда императорский российский исторический музей по имени императора Александра Третьего. Это стало отправной точкой для формирования уникальных фондов библиотеки, в стопе которой стоял известный историк, библиограф Алексей Иванович Станкевич, автор интереснейших воспоминаний о своей работе. Позднее в их состав вошли также знаковые за историю отечественного библиотекиста коллекции. Это уже упоминавшаяся Александр Николаевич Голицын, Александр Иванович Борятинский, историк Михаил Иванович Хмыров, купцы богатейший Павел Васильевич Щапов, Алексей Петрович Бахрушин и, конечно, Петр Иванович Щукин. Один из отцов-основателей, знаток истории Москвы, Иван Горьевич Забелин. Но все эти библиотеки и владельцы их достаточно хорошо известны, посвящена довольно обширная историография. Но те собрания, которые выступали в библиотеку исторического музея уже после революции, они гораздо менее изучены. И вот к ним можно отнести библиотеку издателя, библиофила Льва Ивановича Бугейма, например, также историка Митрия Ивановича Иловайского, искусствоведа Алексея Алексеевича Болгаринского и, например, Павла Васильевича Зубова, председателя Московского мизематического общества. Но и дальше, более позднее время, библиотека продолжала пополняться. И как раз в начале 30-х годов ее состав вошла библиотека известного поэта-футуриста, литературного критика, художника-математика и стиховеда Сергея Павловича Боброва «Годы жизни 1889-1971». Он вошел в историю русской культуры как один из организаторов русского футуризма. Благодаря его усилиям были созданы литературные объединения Лилика и Центре Фуга, куда помимо него входили молодые Пастернак и Николай Асеев. Под марком этих одновременных издательств он выпускал различные футуристические сборники, в иллюстрации которых принимали участие лучшие художники-ангардисты того времени. И вот, например, издательская марка – это авторство Натальи Гончаровой, всем хорошо известных. Так, вот это, значит, выглядит так, каким образом страничка на нашем сайте, посвященная электронным коллекциям, и здесь конкретно русской футуристической книге, ну, лучше скажем, русского авангарда, потому что как раз именно с описанием этой коллекции, работой над каталогом ее, и возник наш интерес к этим ранее неизвестным аспектам деятельности Сергея Павловича Баблова. На данный момент выявлено 150 книг, которые можно отнести к русскому авангарду в фондах библиотеки, и около третьей издании происходит именно из библиотеки поэта. О принадлежности к ней свидетельствуют три экс-либреса, которые выявили. Первый – это верхний экс-либрес из книг Сергея Павловича Баброва, как правило, размещавшийся в верхнем правом углу титульного листа. Второй – штемпельный экс-либрес Сергея Павловича Баброва, размещавшийся в левом верхнем углу задней сторонки издательской обложки. И третий, практически идентичный второму штемпельный экс-либрес с указанием адреса поэта в Москве Сергей Павлович Бабров, Лопухинский, ИСИМ, воспитая 14, также размещавшийся в левом верхнем углу задней сторонки обложки. И также еще встречаются две разновидности логических надписей «Сергей Бабров» и «Инициалы СБ». В коллекции поэта представлено достаточно много авторских, совместных, коллективных сборников известных поэтов-футуристов, как, например, Николай Исеев, Иван Игнатьев, Владимир Мояковский, Великимир Хлебников, Буждай и другие. А также, причем надо отметить, что все эти поэты из разных были группировок. Это мимозин поэзии, группа гилея, клуба футуристы и маженисты впоследствии. То есть здесь такая вот большая палитра всей художественной жизни до десятых годов. И несмотря на идейные противоречия, скандалы, сопровождавшие многие выступления публичные, как печатные, печатные и публичные выступления футуристов, поэты продолжали общаться и обмениваться своими логами книгами, как раз, которые нам об этом рассказывают сохранившиеся экземпляры. Но необходимо отметить, что Сергей Павлович Бабров не был библиофилом в полном понимании этого слова. Его собрали на рабочую библиотеку поэта, который много времени уделял работе в качестве критика, у него было очень много различных псевдонимов и стиховеда. Поэтому, значит, я сейчас продемонстрирую самые интересные, самые такие редкие, уникальные издания. Вам не только не расскажу. Первая книга – это совместный сборник летарей Асеева и Григория Питникова, который вышел в Москве, ну, на самом деле, в Харькове. В 15-м году его тираж 260 экземпляров. Тираж книги был арестован по причине того, что инспектор по делам печати Харьковский обнаружил в стихотворении Асеева «Жалость. Признаки богохульства». И тогда, значит, было принято решение изъять этот текст из сборника, после чего они сняли и издание поступило в продажу. Примечательно, что в экземпляре Российской национальной библиотеки эта книга без зонзурных изъятий. А наш экземпляр, к сожалению, как говорил Маяковский в его говорящем автографе, на поэме «Облока в штанах» «Мое кастрированное детище». У нас жили кастрированное детище. И уникальность еще в том, этого экземпляра, что его украшает автограф Григорий Николаевич Петникова, рисованный Боброву. Штана обычно содержим, дорогому Сергею Павловичу Боброву, от Григория Петникова, 17 октября 2015 года. Но дело в том, что впоследствии они разорвут всякое общение из-за посмертного издания исследования Божидара «Оспевочное единство» и уже им не общались. Следующая книга – это одна из редкостей русских книжных редкостей XX века, которая попала в одноименный каталог. Это фитографированное издание, отпечатанное в количестве 200 экземпляров «Оселев, Николай Зор», обложка работы Марии Синяковой, также «Москва-Харьков» в 2014 год. Следующая книга – «Божий дар». Ритографированное издание, первое издание молодого поэта группировки «Центрифога», который, как известно, в возрасте 20 лет покончил с собой. Считается, что эта книга очень редкая, потому что совпала с началом Первой мировой войны, и очень редко встречается как в продаже. Затем это уже известное весеннее контрагентство МУС, тираж 500 экземпляров. Здесь такое обилие авторов «Восеев», «Бульшаков», «Бурлюк», «Вермель», «Каменский», «Маяковский», «Пастернак». Довольно известное. Надо отметить, что большинство книг из библиотеки Сергея Павловича Баврова украшено автографами. Примечательно, что помимо довольно маконичных и официальных надписей включаются содержательные инскрипты. Так, например, книгу Константина Аристалиновича Большакова «Сердце в перчатке», «Москвами занят поезд в 2013-й год» с лучисткой обложкой Натальей Бончаровой украшает следующий автограф Сергея Павловича Баврова от автора «Москва, 13-й год, декабрь». Далее карандашом угасающим практически уже не видно «Любезно, Сергей Павлович, к сожалению, в ближайшем будущем никак не могу зайти к вам, и потому прибегаю к почте, поэтому жду ответные посылки, мой адрес вам известен. Жду, нажму руку КБ». Благодаря дарственным надписям, представленным в коллекции Баврова, можно проследить и имена литературных союзников поэта, которых и заключают наиболее трогательные и душевные скрипты. К таковым следует отнести, например, самого живого от стата и горящего духом певца футуризма участника группы «Мезанин поэзии» Рюрика Ивнева, дорогому Сергею Павловичу Баврову, душевно преданный, любящий вас Рюрик Ивнев, эгофутуриста Дмитрия Александровича Крючкова, поэта Сергея Баврова, сердечно расположенного к нему автора Дмитрия Крючков 10 декабря 2013 года, владельца книгоиздательства «Петав», поэта, впоследствии прославившегося в качестве художника Федора Федоровича Платова, дорогому Сергею Павловичу Павлову от уважающего Федора Платова и так далее. Помимо редких сборников и автографов в библиотеке Баврова были представлены и особые экземпляры, как называемые. Например, первый-единственный сборник «Петав» одноимённого издательства «Москва» 1916 год вышел тиражом тысячи экземпляров. Из них 200 было нумерованных. Дали цитата и сниги. Первые 50 экземпляров нумерованные вот, значит, римской нумерации на плотной бумаге в роскошной обложке по цене 1 рубль 50 копейка и остальные 150 экземпляров нумерованные от 51 до 200. На плотной бумаге по цене 75 копеек. У Сергея Павловича Баврова находился именной экземпляр номер 11. Среди авторов сборника были «Осеев», «Большаков», «Петиков» и «Хлебников». И далее по сохранившимся экземплярам коллекция Баврова состояла не только из книг русских футуристов, но и близких к ним и межелистов более позднего литературного течения, но и других авторов северного века. Например, это первая книга поэта Ильяна Павловича Анасимова «Обитие Москва-Альциона», 13-й год с дарственной надписью Софии Яковлевны «Парнок» и местной поэтессии, третий выпуск русских символистов «Москва», 1895 год и некоторые книги Бориса Садовского, Сергея Соловлева и так далее. Но надо обязательно подчеркнуть, что выявление в фондах библиотеки экземпляров коллекции Сергея Павловича Паврова пока что еще не завершено и нас еще ждет множество открытий и завершая свое небольшое выступление я хотела бы рассказать то немного, что известно о теоретической судьбе собрания поэта. В начале 30-х годов, когда Бобров был незаконно репрессирован и сослан в Казахстан, его книги поступили в фонды библиотеки исторического музея, а затем уже после слияния в историческую библиотеку. Какова его не судьба в Роголе находится в прошении поэта 13 августа 18-го года в представлении работы в библиотеке исторического музея и думал ли он, что спустя какие-то 10 лет именно это уважаемое заведение сбережет его книги. Другая сохранившаяся часть библиотеки по всей видимости была спасена близкими поэтами и уже после его смерти в 1971 году поступило в фонды Государственного музея Маяковского и Роголе в составе его архива. Таким образом, личное собрание Боброва было рассеяно по сразу нескольким государственным книгохранилищам, однако нам известно о желании отдельных специалистов из музея Маяковского и прежде всего Дмитрия Карпова реконструировать библиотеку, поэтому это, конечно, безусловно, невозможно без той ценной части коллекции, которая находится в нашей библиотеке, потому что практически все экземпляры украшены автографами и эта коллекция не видена до сих пор в научный оборот. Поэтому мы не надеемся, что выход нашего каталога позволит объединить усилия по описанию всех сохранившихся экземпляров из библиотеки Сергея Ивановича Патрова. Благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста. Нет вопросов? Ну, еще об одном представителе Серебряного века мы сейчас пишем доклад. Это Нестеренко Лена Петровна и Шмякина Лена Юрьевна. Вы как вдвоем будете? Один показывает, другого говоря, да? Разделение труда, да? Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы у вас хотим познакомиться с экземпляром, продававшейся по директу книги музея семьи Бенуа «Повесть бедная Лиза» с иллюстрациями Мстислава Валерьевича Любожинского. Собрание петербургских коллекционеров Розы Михайловны и Александра Александровича Тимофеева в завещанной государственном музее-заповеднику Петербург помимо произведения изобразительного декоративно-прикладного искусства рубежа 19-20 веков включало богатую личную библиотеку. Собрание занимает книги оформленные художниками объединения мира искусства. В библиотеке Тимофеева представлено 19 из 24 таких книг выпущенных издательством «Аквелома». Одним из украшений собрания является редкий экземпляр полис Николая Михайловича Карамзина «Бедная Лиза» Государственный музей-заповедник Петербург инвентарный номер по ДМП 25 РК. Книга была выпущена 15-й государственной типографией в ноябре 1921 года в количестве тысяч экземпляров. Оформил издание русский художник Мстислав Валерьянович Дубыжинский. Издательство «Аквелом» 1921-1924 год организованное Федором Федоровичем Молковтом самое значимое среди возникших в конце 1910-1920-х годах в Петрограде частных издательств выпустило пять книг с иллюстрациями Дубыжинского. «Бедная Лиза» стала первой книгой издательства «Аквелома». Известность издательству принесли обильно иллюстрированные монографии издания классических произведений русской мировой литературы. У художников была возможность выбирать произведения для иллюстрирования и оформления в соответствии с собственным вкусом и пристрастием, благодаря чему появлялось уникальное произведение искусства. Не была исключением и первая книга «Аквелома». Цитата. «Ко времени появления иллюстрации к бедной Лизе Дубыжинский уже привык пользоваться славой одного из книжной графики. Это давало ему право выбора. Он мог пользоваться завидной или чаще возможностью иллюстрировать главным образом то, что ему было по душе». В 1922 году вместе с последующими четырьмя изданиями «Аквелона», такими как «Скупы», «Рыцарь» Пушкин и «Тупиный художник» Лискова с иллюстрациями Дубыжинского, шестихотворения Некрасова с иллюстрациями Кустодиева, Замирайла Сергея Энста. «Бедная Лиза» была представлена на международной книжной выставке во Флоренции. Дар Тимофеевых обогатил Петергофское собрание редким экземпляром издания, иллюстрацию к которому Дубыжинский раскрасил собственноручно. Всего таких экземпляров было 50. Рассмотрим немножко издание. Издание облачено суперобложкой. На ее верхней сторонке помещена миниатюрная бумажная наклейка с растительным орнаментом и названием повести. Также в издании присутствует мягкая издательская обложка светлого тона, украшена цветной прямоугольной рамкой геометрического орнамента и двумя цветными рамками растительного орнамента. Одна из них обрамляет фамилию автора, другая в форме сердца, название книги. Ниже монограмма Мстислава Дубыжинского. Цитата. Название повести на наклейке и текст титульного листа набрано старым использовавшим в XVIII веке шрифтом. На шмуткитуле книжная марка издательства «Аквилон» по рисунку Дубыжинского. На обороте шмуткитула издательская информация с указанием тиража и номера экземпляра «Семь», а также автограф художника. До этого издания книжная графика Дубыжинского носила исключительно оформительский характер. Его работа в книге ограничилась исполнением обложек титульных листов и виньеток. До революции вышла только одна книга с иллюстрациями художника, поэма «Казначейше» Лермонтова «Петрограду» «13 год». Но с 1919 года с появлением в Петрограде новых издательств организаторы, которые были друзьями и поклонниками художника, книги с его иллюстрациями стали выходить одна за другой. Тем не менее, исследователи отмечают, что уже ранние оформительские работы Дубыжинского «Новый плотар» Кузьмина, «Барышня-крестьянка» Пушкина содержат элементы иллюстрации, а графический цикл «Бедной Лизе» становится для художника цитата «Первой серьезной попыткой отойти от оформительских принципов и выработать принципы иллюстративной книжной графики». В рисунках повести Крамзина Дубыжинский выстраивает организованный ансамбль из иллюстраций, графики, оформлений и наборного шрифта. В дневниках художник дает в своей работе определение внешности книжки. Художник оформил обложку, миниатюру и буквицу в начале текста повести, заставку, концовку, а также выполнен четыре иллюстрации, соотносящихся к конкретным фрагментам текста. Авторы, писавшие о художественных особенностях книжных иллюстрациях Дубыжинского отмечают единство текста и рисунков, стилевую близость изобразительного строя и литературного языка повести. Возможность свободного выбора произведения для оформления дала выход интенции художника. Цитата «С течением времени сентиментальность стала весьма существенной гранью творческого облика Дубыжинского. Почти во всех работах, книжных иллюстрациях, театральных декорациях, постановкам по литературным произведениям он, как правило, отбирает мотивы, в которых в той или иной мере присутствует акцент сентиментальности. Пробитана сентиментальностью и выполнена спустя два года иллюстрации в повести Достоевского «Белая ночь» Петероград Аквилон 23-й год, который писатель дал подзаголовок сентиментальный роман. В бедной лизе художник достаточно много внимания уделил пейзажу символической интерпретации сюжета, что перекликается с сентиментализмом как с литературным направлением. Дубыжинскому блестяще удалось передать особое обаяние галантно-18 века через стилизованный шрифт, графический язык к рамке Францисписа, чрезвычайное изящество пост и движений героев. Оформление книги также имеет значение. Наряду с обложкой художник одел ее суперобложку с наклейкой, характерной для издания 18 века. По словам исследовательницы Инессы Наумовны Липович, повесть «Кромдина» стилизована не только в самом типе книги, напоминающем издание рубежа 18-19 века, но и в графическом цвете. Тонкий воздушный рисунок кажется сделанным легким прикосновением пера. Загонные стилистики сентиментализма проглядываются в каждой детали и в общем решении книги. В оформлении включены изобразительные реликвии сентиментальной повести, вплоть до изображения сердца на суперобложке, голубков, финьетки, сопровождающих каждую иллюстрацию. То есть художник использует элементы альбомной книжной графики начала 19 века. Это было созвучно эстетическим критерием начала 90-х годов, когда цитата книги приобрели черты сходства с лимонахами начала минувшего века. Обложки, виньетки, шрифты все это стало отдавать Александровской старинкой. Иначе говоря, русский книжный модерн как-то сам собой облегся в прадедовский наряд. Напрямую изображение Карамзинской эпохи присутствует лишь на одной иллюстрации в сцене первой встречи Лизы и Эрастр, где художник показал уличную Москву «Времени создания повести». Это 1792 год. Цитата. «Художник хорошо знал изобразительный материал конца 18-го начала 19-го века и постарался перенести в свой рисунок ряд характерных типов тогдашней улицы. Здесь иконный всадник, икорида четверней, и непременно разносчик булок, сладком на голове и фонарщик, и тачечник, и даже играющие собаки, которых так любили изображать художники той эпохи. Главный исследователь творчества Добужинского Геннадия Иванович Чугунов, проследив под ненеком художника историю и сознание иллюстрации к бедной Лизе, отмечают высокую скорость работы мастера. Иллюстрации были созданы чрезвычайно быстро. 14 сентября художник начал работу, а 19 сентября окончил ее. Владотворная работа в короткие сроки была особенностью Добужинского. Он мог исполнить в эскизах сценическое оформление спектакля за 5-6 дней. Примечательно, что именно в первый день иллюстрирования бедной Лизы художник исполнил знаменитую книжную марку издательства Аквилон. Как указано на ванн-титуле, из тысячи изданных экземпляров 50 являются именными, 900 номерованы арабскими цифрами, 50 римскими и раскрашены художником от руки акварелью. По раскрашиванию рисунка Добужинский снова проявил свою цитату способность быстро работать, сохраняя высокий художественный уровень. Задача была выполнена всего за месяц, декабрь 1921 года. Художник раскрывает секрет дневнике декабрь 7-е, 5 раскрасок бедной Лизы с Додией. В эти годы и Додия, младший сын Псеволод, и Стива, старший сын Ростислав, стали помогать его работе, главным образом в росписи театральных декораций. Какого рода помощь оказывал отцу младший Добужинский неизвестно, но этот факт косвенно подтверждается тем, что экземпляры отличаются по цветовому решению. Геннадий Иванович Чигунов высказывает предположение, что художник сознательно хотел придать индивидуальности раскрашенным книгам. Для иллюстрирования каждого нового произведения Добужинский разрабатывал и особую графическую манеру. Чигунов пишет, в рисунках скупого рыцаря Петроград Аквилон, 22-й год, господствует острый, летящий штрих. В иллюстрации к бедной Лизе он становится более сочным и коротким. Художественное оформление сентиментальной повести Крамзина экспрессивно и в то же время интимно пронизано нежностью и грустью. Непрерывной линией уступает место беглой, легкой, иногда рваной, короткому штриху, дугообразным черточкам, тонкому контурному кружевному рисунку. Книжный график Добужинский стал примером того идеального иллюстратора, по которому еще в 1899 году писал Сергей Дягин в статье с критическими замечаниями об изданиях сочинения Александра Сергеевича Пушкина и Руслана Людмилы, выпущенных в Москве к старетнему юбилею поэтам. В первые годы существования объединения мир искусства его основатель задается вопросом цитата «Составляет иллюстрация совершенно особый род творчества или она есть та же обыкновенная живопись, но лишь написанная на известную заранее определенную тему». Отвечая на него здесь же, Сергей Дягин ставит определенные творческие задачи, искусником-иллюстратором. Всякая иллюстрация прежде всего предназначена для воспроизведения, а потому немаловажной заботой художника должно быть удовлетворение всем требованиям удобовоспроизводимости. Первым условием является безупречный, точный, оригинальный и замечательный рисунок. В этом отношении иллюстрация штриховая, то есть исполненная раздельными ясными линиями, имеет много преимуществ. Иллюстратором может быть далеко не всякий художник, способность иллюстрировать ей совершенно особый дар, отсутствующий у многих талантливых живописцев. И эта особая способность выражается не только в самой сущности иллюстрации, но и в чисто внешних ее приемах. От иллюстрации раньше всего требуется художественная внешность, яркая, индивидуальная и, главное, стильная. Один какой-нибудь частый технический прием может сделать иллюстрацию интересной. Высокая техника исполнения легких и изящных рисунков Дыбужинская отвечает этим задачам. В каталогах редкой книги и статьях об видной визе общим местом является тезис о том, что издание ранее не иллюстрировалось. Это не совсем так. Попробуем проследить историю визуализации Карамзинской повести, начиная с ее создания. Титульный лист первого издания 1791 года в духе той эпохи украшает лаконичная виньетка с амурами, которая, возможно, вдохновила Дыбужинского на создание собственной системы виньеток, отличающихся предельной четкостью узора. Первая полноценная иллюстрация появляется в третьем издании текста Бедной Лизы, осуществленном в 1796 году Карамзиным в университетской типографии. Впервые повесть была выпущена отдельной книгой и, как гласит объявление в московских ведомостях за 1796 год под номер 93, цитата, с картинкой, изображающей трогательные и прекрасные места из приключений Бедной Лизы. Владимир Николаевич Топоров сообщает, что фронтиспис издания рисовал и гравировал Соколов в том же году. Цитата, иллюстрация была одна, но цена ее велика. На ней дана как бы пространственная экспозиция повести с видом на Симонов монастырь на заднем плане и пруд, окруженный деревнями. Эта иллюстрация открывает длинный ряд последующих иллюстраций к повести и является первым опытом транспозиции словесного текста в изобразительно-графический. Подобное указание и описание места действия новаторское для русской литературы того времени. Москва, ее окрестности, Симонов и Давнилов монастыри, Воробьевы горы создала у первых читателей повести столь сильную иллюзию достоверности, что они восприняли историю Лизы как реальную трагедию современницы. Прудь под стенами сеного монастыря получила название Лизина пруда, а судьба героини Крамзина массу подражаний. Конкретная географическая позиция стала как бы точкой пересечения художественного и реального миров. Изображение Лизиного пруда широко воспроизводилось с эпоху романтизма. Из этих образов складывается особый иконографический ряд, который получил свое воплощение в издании Аквелона. Тенденция иллюстрированно выделять Симонов монастырь присутствует и здесь. На заставке к изданию изображен задумчиво сидящий на лоне природы поэт. Пейзаж, окружающий его, является своего рода наложением друг на друга двух локаций из повести. Одновременно это и место частого паломничества автора-повествователя. Цитата «Туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природой. Страшно воюет ветры в стенах опустошенного монастыря между гробов, заросших высокой травой и в темных переходах келий. И место встречи Лизы с Ирастом. Цитата «Под тенью столетных дубов, посиняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. На горизонте, в Торе предыдущему ряду изображений возвышаются мрачные готические башни Сименного монастыря». Судьба «Бедной Лизы» в оформлении Добужинского на этом не закончилась. В фонде редкой книг музея семьи Бенуа хранится также фоксимильное издание «Бедной Лизы с рисунками Добужинского», выпущенное в Ленинграде и за комбинатом художника РСФСР в 1889 году. Со вступительной статьей Чугунова, которая неоднократно цитировалась здесь, иллюстрацией. Приведем его слова о судьбе нумерованных раскрашенных экземпляров. Цитата. «Кроме экземпляра с номером 13, принадлежащему Петергофскому дворцу-музею, который послужил оригиналом для нашего издания, известен экземпляр с номером 6, собрание Васильева Ленинград и с номером 1, собрание наследников Кузьмина, Москва. Кроме того, автору этих урок приходилось видеть цветной экземпляр с номером 7, отличаются друг от друга. В одних цвет настолько размыт, что воспринимается неким легким фоном для черного рисунка, а в других настолько активен, что приобретает явный элемент самостоятельности. Более того, в разных экземплярах меняется не только тон, интенсивность цвета, но и сам цвет. Эта цитата содержит информацию, которая на данный момент представляется некорректной. По оценке имеющихся в фонде экземпляров мы обнаружили следующее. По Чугунову экземпляр номер 13 принадлежит Петергофскому дворцу-музею, послужил оригиналом для факсимильного издания. По факту расположение экземпляра номер 13 неизвестно, и его никогда не было в фондах Государственного музея заповедника Петергофа. Экземпляр номер 6 собраний Васильева, экземпляр номер 1 собраний наследников По Чугунову собраний номер 1 собраний наследников Кузьмина. По факту этот экземпляр послужил оригиналом для факсимильного издания. По Чугунову экземпляр номер 7 цветной, следы которого затерялись. По факту в Петергофе хранится экземпляр под номером 7, а также безномерной нераскрашенный экземпляр ПДМП-24РК, и оба они происходят из библиотеки Тимофеевых. Возможно, второй экземпляр из собраний Тимофеевых был в числе предназначен для раскрашивания. Так или иначе, вопрос требует дальнейшего исследования. Надеемся, что со временем мы сможем узнать истории и других номерных экземпляров. Я хочу поблагодарить вас за приглашение на данную конференцию и выразить большую благодарность моей коллеге, которая по сильным образом оказала помощь в подборке и конструкции материала. Спасибо. Спасибо. Доброе утро. Спасибо. В дополнение. Значит, я сейчас немного отпускаю. В таком издании русской книжной редкости XX века, или, естественно, вам известно, автор Сосновецкий, он просто производит свой экземпляр на него есть в собрании. Да. И, по-моему, еще... Именно экземпляр. Именно расскажешь? Да. И, значит, и, по-моему, еще лучше от коротки. Да. Спасибо. Спасибо. А у меня вопрос как... Нет ли каких-то сведений об истории приобретения вот этого экземпляра номер 7 в собрании Тимофеева? Ну, вот, на данный момент исследований точно нет. Это надо продолжать, поскольку... То есть, вы не знаете, как он попал к Тимофееву? Откуда, что... Нет. Ну, по-первых, Тимофеевы были очень замкнутые люди вместе со своей коллекцией. Они мало кого допускали к себе в дом, поэтому информации вообще о Дарье очень мало. Спасибо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ КОНЕЦ Продолжение следует...